История, которую мы хотим вам рассказать, началась сто лет назад. Сто лет назад? Избитая фраза. Может, она и не начиналась вовсе? Может, это просто совпадение? Просто даже кирпич на голову не падает, как сказано в одной великой книге. А мы с тобой встретились, потому что это началось сто лет назад. Ты выдумщик. Я человек с рациональным складом ума. Ну вот тогда сам и рассказывай. И расскажу. Итак, наша история началась ровно сто лет назад. А может, она и не начиналась вовсе? Может, это просто совпадение? Кто тут? Георгий Иванович, это я, Шувалов. Господи, откуда, Николай Евсеевич? Пустите. Не бойтесь, я ненадолго. А где же ваш князь? Неужели большевички вы угробили? Ох, что вы. Господь с вами жив, здоров. В Париже остался. Ага. В Париже, ясно. У нас в залах холодно. Весь дом не протопить. Вы проходите, присаживайтесь. Сейчас ужинать будем. Нет, нет. Я, собственно, на несколько минут. Возражения не принимаются. Садитесь. Благодарю. Ужинать, так ужинать. Хорошо. Он же там советником посольстве был. А как эта февральская кутерьма в Петрограде случилась, так и не вернулся. У нас с вами сегодня пир будет. Вот. Селедка. Теперь ничего другого-то и не достать. Да и эту-то еле-еле на Андреевском выменял. Да. На серебряный портсигар. Денег ни старых, ни новых не берут. Бумага. Давеча в банке прочитал. Граждане. Не держите кассира. Режьте деньги сами. Чего это у вас? Да вот что Бог послал. Да у вас тут целое сокровище. Ой. Господи. Да как же вы тут один-то? Слышал в Петрограде погромы каждую ночь. А у меня, Николай Алексеевич, до августа охрана была. Распоряжением Петросовета. Сам Луначарский посодействовал. Тут же в доме большая коллекция живописи. И Лим Павлович собирал то, что батюшка его Павл Павлович продавал. А сейчас солдатиков-то забрали. Людей, говорят, не хватает. Вот и молюсь каждую ночь. До входа делаю. Спаси и сохрани. Против ножа и винтовки молитва не поможет. Да, 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 да. Их сиятельство последний раз в марте писали. Ха, спрашивали, как тут у нас? А, наказывали за домом присматривать. Скоро незачем будет присматривать. Конфискуют у него дом. Это как же? Вы их лозунги видели? У них это называется экспроприация экспроприаторов. Граб награбленная. Вы думаете? Даже не сомневаетесь. Бог даст, минует. Я ведь городской сбор регулярно плачу. Георгий Иванович, не минует. Если мы их не скинем, не минует. Да, да. Вы слышали, у Рицкого убили и в Ленина снова стреляли. Жаль, что не дострелили. Николай Алексеевич, прошу вас, не надо. Надо, Георгий Иванович, надо. Я бы всех их сам к стенке ставил. А вы в Петербурге какими судьбами? С Урала. На юг второй месяц пробираюсь к Деникину. Да дело у меня здесь одно. Какое дело? Дорогой вы мой, не надо вам этого знать. Спокойнее спать будете. Пусти! Пусти, сволочь! Пойду я. А ужинать? Нет, 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 пойду. Георгий Иванович, просьба у меня к вам будет. Всегда к вашим услугам. Вещь мне нужно одну схоронить. Только надежно. По Петеру с ней гулять опасно. Там неровен час отберут. А мне по адресу ее нужно доставить. Слово офицера дал. Боже мой. Это она. Аллах. Значит, правда, что государя нет. А наследника. Господи, спаси и сохрани Россию. Так я могу на вас рассчитывать? Конечно. Конечно, конечно. Можете не беспокоиться. Спрячу в самом надежном месте. Ну, вот и хорошо. Может быть, все-таки останетесь до утра на улице ночью. Сейчас опасно. Для меня не опаснее, чем днем. Честь имею. Храни вас Бог. Да, и вот еще что. Возьмите. Это может пригодиться. СПОКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СПОКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Вероника Павловна, идите домой. Рабочий день давно закончился. Да, да, Петр Ильич, у меня совсем немного осталось. Я издам приказ и запрещу трудоголикам задерживаться в музее после девяти часов. И сами не будете его выполнять. Идите домой. Да. Вас ждет сын. Что, еще пять минут? Да, да, еще полчаса. Спокойной ночи. Угу. Так. Кот размером с кабана, с кавалерийскими усами. Сколько букв? Букв шесть. Эй, нет, семь. Может, буденный? Михалыч, буденный с двумя «Н». Ну, да. И вообще, при чем здесь кот? А пес его знает. Хм. Дурацкий кроссворд. Тебе, как всегда, без сахара? Без сахара. Держи. Осторожно, горячий. Сеня. А? А ведь в прошлом мое дежурство опять было. Да ладно. Точно говорю. Обхожу, значит, залы. А в тринадцатом паркет скрипит, и вздыхает кто-то. Захожу, никого. И только холодком повеяло. Вот тебе. Михалыч. А? А ты у психиатра когда в последний раз был? Да иди ты. Или чего другого вместо чая употреблял? А я тебе говорю, есть привидение. Да сквозняк у нас есть. Это ж особняк Демидовых. А они, ребята, лихие были. А Кенфи Никитич, вон, целую шахту с рабочими затопил. Зачем? А за тем, чтобы ревизоры про фальшивые деньги не дознались. Тринадцатый. Тринадцатый. Ну, вроде никого. Может, ложная? Ложная. Лестница. И тут пусто. Двенадцатый. Так. Так. Чего-нибудь видишь? Ни-а. И я ничего не вижу. Видать, твои привидения ходят. Надо пойти глянуть. Вперед, батьки, не полезу. Молодым везде у нас дорога. А старикам везде у нас почет. Надо, Сеня. Надо. Тут никого нет. В тринадцатый сходи. Уже иду. Можешь свет включить? Не надо. Минтов нам уже поставишь, а потом полночь объясняться будем. И то верно. И тут все чисто. Видимо, датчики кручат. Надо будет Петровичу сказать. Скажем. Давай назад. Принято. Ага. Кто вы? Что вы здесь делаете? Гребушки-воробушки. Сеня, что там у тебя? Что случилось? Да куда же ты подевался-то? Да что за черт, а? Говорил же. Сеня, ты здесь? Напугал. Болван железный. Сеня. Это ты? Семен. Сеня. Сеня. Семен. Дальше что? Дальше? Ну, взял шлем и… Ну, ну, надо же рану обработать. Пугнул. 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 А если бы у меня инфаркт случился? Да, Семён, я был о вас более высокого мнения. Ты молодой, Пётр Ильич. Ну, я же просто хотел пошутить. Пошутил? Реакция у тебя, Михаил Михайлович, на уровне. Ну так, товарищ директор, 30 лет в органах. От звонка до звонка. А вдруг у него сотрясение мозга? Мозга? Это вряд ли. Кто по залам-то ходил? Так вот, эта вот морда и ходила. Допустим. И откуда эта морда взялась? Это не морда. Это кот-бегемот. Взяли два дня назад. Мышей ловить. Точно. Кот размером с кабана с кавалерийскими усами. Семь букв. Бегемот. Доннер Ветер. Кого несёт такую рань? Доннер Ветер. Ай, господи. Чёрт. А, это вы, молодой человек? Принесли? Очень хорошо. Давай сюда. А где же остальное? Через час все будет у вас. Вот тогда и рассчитаемся. Жду. Вот сюда. Заргут. Федь, ты что, дома? Федь, а почему ты не на работе? Потому. Ты опять у Светы ночевал, да? Мам, ну что пристала? Да я не пристала. Я, я просто спрашиваю. А ты не спрашивай. Угу. Представляешь, а в музее ночью сигнализация сработала. Меня директор попросил задержаться, зала осмотреть, потому что… Потому что тебе больше всех надо. Где мой рюкзак? На антресолях. Думали привидение, а оказался кот. Я всю ночь провозилась. И он мне дал отгул до обеда. Кто? Кот? Нет, не кот. Петр Ильич. А зачем тебе рюкзак? Занатом. И все-таки почему ты не на работе, Федь? У меня выходной. Выходной? Ты же недавно отгулял. У меня внеплановый. А я курочка сделала по-французски. Ага. Ой! Что это? Боже мой, это же мои старые фотки. Я про них совсем забыла. А это кто? Ты что, дурачок? Это же я. В восемнадцать лет. Да ладно. Что так изменилось? А это ты на Элисейских полях? Ты в Париже была, что ли? Да. Я в институте учила французский. И меня отправили в Сорбон по обмену. А почему ты мне ничего не рассказывала? Ну, не знаю. Как-то повода не было. У нас на курсе было только трое русских, а остальные французы. А вот этого звали Лоло. Лоло. Лоло? Да. Так забавно. Он такой здоровый. А Лоло? Погода стояла чудесная, но очень холодно. Я купила вот этот свитер. Как сейчас помню, он стоил двадцать два франка. А это ты тоже в Париже купила? Ах, кольцо. Нет, мне его подарили. Неужели? Ален Делон или Бельмондо? На самом деле, это забавная история. Мы гуляли в Люксембургском саду, и меня кликнула пожилая француженка. Ей было, наверное, лет сто. Она спросила, мадемуазель, вы из России? Я сказала, да. Тогда она сняла с пальца кольцо и отдала его мне со словами, отвезите его к себе на родину. Да. И все. Да, больше я ее не видела. Лучше б ты подцепила какого-нибудь французского старичка и женила бы его на себе. Ну, во-первых, тогда за мной уже ухаживал твой отец. А во-вторых, брак по расчету – это аморально. Угу. Зато аморально, когда папаши, сделав свое дело, испаряются. Угу. Когда придешь? Вкусно. Федь. Мам, когда надо, тогда и приду. Чем руки вытереть? На стуле, полотенце. Спасибо. Ладно, я пошел. Федя, ты сегодня придешь? Не знаю. Как не знаешь? Ну, чего ты ко мне пристаешь? Свою жизнь загубила и мою хочешь? А я не хочу. Федор. Я нормальный мужик. И жить хочу, как все нормальные люди живут. Кто ж тебе не дает? Да ты же мне не даешь. Лезешь тут, контролируешь, куда пошел, зачем пошел, с кем пошел. Сынок, я просто хотела. Чего ты просто хотела? Свою жизнь загубила, в мое не лезь. Не была бы такой дурочкой, жили бы, как нормальные люди. И семья у нас была бы, и… Ладно, все, я опаздываю. Куда опаздываешь? На Кудыкину гору. Ясно. Серафим Саровский? Батюшка Серафим собственной персоной. И что вы про нее думаете? Тогдашняя или новодел? Ну, я же не специалист по иконам. Состояние хорошее. Возможно, и не меньше ста лет. Василий Дмитриевич, а где же второй? Вы же обещали, а? А, Арш, прошу меня извините. Айн, момент. Ну, батюшка, ну, голубчик мой мой, ну, где же я бы найду второй? Да и что-то точно такое. Этот святильник делал, и черт знает как-то. А, у меня зубовая, ваша судьба, у меня… Отдыхать вам надо, Олег Петрович. Фу. Привет. Привет. Я пришла, как договаривались. В двенадцать ровно. Я рад. Ой, ужас. Лед, как будто начался всемирный потоп. Осень. Да, все-таки это самое прекрасное время года. О, хорошо, тепло. А вас как зовут? Олег Петрович. Ну, значит, Олег. По отчеству я не буду вас называть, а меня зовут Виктория. Ага. Ну, давайте. Показывайте. Что, давайте? Показывайте. Что? Привет. Угу. Что, ты спишь еще? Ну, да. А что мне еще делать? У меня выходной. Выходной? Хорошо тебе. Хорошо. А ты что такой мокрый? На улице дождь. Ненавижу осень. Мерзость. Осень — это красиво. Помнишь, как у Бунина? Лес точно терем расписной. Лиловый, золотой, багряный. Веселой пеструю стеной стоит над светлой поляной. Ты надолго, Бунин? Нет. Буквально на пять минут. У меня важное дело, а потом на работу. Здрасте. Это Федор. Я готов привезти остаток. Да, все, через тридцать минут буду. А что за дело? После расскажу. Ну, почему после? Я сейчас хочу. Свет, Свет, но у меня важное дело, я троплюсь. Ну, Калис, что там у тебя? Света, Света! А, то есть я уже в список твоих важных дел не вхожу, да? Свет, Свет. Понятно. Свет, ну ты чего? Уходи, я тебя видеть не хочу. Ну… Светка. Адьос. Ну, мне правда нужно, я троплюсь. Не держу. Свет, я тебя люблю. Угу. Люблю, говорю. Голубчик мой, даже любя вашу жену больше, чем самого себя, даже собрав тут всех петербургских… Василий Дмитриевич. Что? К вам там прекрасная барышня пришла. Блядзан. Покажите ей что-нибудь. Василий Дмитриевич, где вы ходите? Я пришла. Видите, она пришла, а у меня для нее ничего нет. Она платит большие деньги. А патрон под современную лампочку подойдет? Да любой подойдет. Даже этот… Новомотный… Энергосберегающий. Энергосберегающий. В общем, второго такого нет. Ну, нет. И нет. Очень жаль. Айнер момент, мэн Либер. Айнер момент. Займите ее чем-нибудь. А лучше выборы водите. Василий Дмитриевич. Давайте. Вы должны ее очаровать. Чего она хоть просила-то? Ну, что они все просят? Стуль есть дворца, непременно кресло и непременно гамса. А вы предложите ей секретарем. Угу. Ну, выручайте, голубчик. Выручайте, прошу. И-и-и, главное, по ласкови. Хорошая девочка и хорошо платит. Ну, смелее, Олег Петрович, смелее. Ну? Что «ну»? Где мое кресло? С прискорбием вынужден сообщить. Кресла, увы, нет. То есть, как нет? Так. Ну, он же обещал, мне для мамы нужно. Хотите, покажу секретарь. Да зачем мне ваш секретарь? Мне нужно кресло, именно гамсоновское. Но ведь Василий Дмитриевич их не делает, он же не гамс. Смеетесь? Нет. Итак, или секретарь, или мне придется откланяться и верить вас заботам профессионала. У меня еще масса дел. Подождите, а вы разве здесь не работаете? Вы что, не помощник старика? Честно говоря, я работаю совершенно на другом месте. Ну, и что же вы мне голову морочите? Вы кто? Я много лет дружу с Василием Дмитриевичем и частенько сюда заезжаю. Ну, и сейчас у него действительно нет гамса. Ну, нет. И нет. Но ведь… Давайте я вам все-таки покажу секретарь. Он хороший, хоть и подделка. Не нравлюсь. Да, не бредпит, конечно. Но зато с образованием. Ладно, пойдемте посмотрим ваш секретарь. Хотя он мне совершенно не нужен. Ой, ни минутки свободной у него нет. Торопится он. Деловой тип. Свет, ну прости. До вечера. Зря ты щечки надуваешь, Феденька. Все равно из тебя никакого толку не выйдет. Это почему? А потому что покроешься ты плесенью в своем музее и стухнешь. А вот и не стухну. Сейчас немножко денежек подзаработаем и поедем в Париж. В Париж? Ага. Ну да, смешно. Ладно, Свет. Ой, чуть не забыл. Все, давай. Пока. Я тебе позвоню. Все. Пока. В Париж. Вот, собственно, секретарь. Не модерн, конечно, но вполне может остаться, что в нем хранил свои рукописи Осип Мандельштам или… Анна Ахматова. Скорее, это мужская мебель. Но почему бы и нет? Да потому что мне не нужен секретарь, мне нужно кресло. А? И что я скажу маме? Не лететь же мне за креслом в Лондон. Слушайте, Виктория, а давайте начнем все сначала. Как будто вы не приняли меня за приказчика. Я приглашаю вас на кофе с пирожными, ну или с бутербродами. Меня? Ну, если бы я хотел пригласить Василия Дмитриевича, я бы это сделал заранее. Ну, конечно, вас. А, клеить пытаемся. Ты когда в свой паспорт смотрел, дядя? Что я делаю? У меня же сегодня еще две встречи. Все равно сегодня кресла не будет. Соглашайтесь, а? Ну, хорошо. Раз уж так вышло, у меня есть полчаса. Прекрасно. Тут неподалеку есть замечательная французская кондитерская под названием Кадо. Знаете, как переводится это слово? Та, подарок. Потрясающе. Нет, чепуха. Что? Перчатки. Василий Дмитриевича ушел, а забрал вашу барышню с собой. Если ли в упле. О, дождь, кажется, кончился. И все-таки, Василий Дмитриевич, второй бы мне не помешал. Простите великодушно. Но вы же видели, я обзвонил всех коллег. И в Питере, и в Москве. Голубчик мой, ну, увы. Впрочем, если встречу такой же, все непременнейшие перезвоню. Буду надеяться. Супруги, низкий поклон. Отцент. Ах ты, черт. Дежур, а? Ну, и где же ваша кондитерская? Тут недалеко, через парк. Так мы что, пешком пойдем? А вы разве не на машине? Я на такси. Мой Поршик на ТО. А, это такая маленькая, красненькая машинка. У меня желтенькая. Ну, тогда увы, наши люди в булочную на такси не ездят. Кстати говоря, можете взять меня под ручку. Хм, еще чего. Угу. 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 Донор Ветер, ну где вас носят, молодой человек? Извините, так получилось. Остальное принесли? Да, конечно. Ну, проходите, проходите. Ну-с, какая у нас программа? Кофе, глиссе и сливочный торт? Или может быть шоколадный? А я не ем тортов. Напрасно. Например, в Париже, напротив Люксембургского сада, есть замечательная кофейня, где подают шоколадные тарталетки с вишней. А вы бывали в Париже? Да, и в Париже, и в кафе. Завсегдатые там старушки с фиолетовыми кудрями, старички в кличетых пиджаках, ну и некоторое количество молодежи, которая способна заплатить за кофе с пирожным сорок евро. Боже мой, сорок евро. Целое состояние. У-у, слышу ироничный тон. Для вас, возможно, это копейки, но для большинства людей это сумма… Ну, какая разница? Если у человека нет денег, особенно у мужчины, то он либо туп как пробка, либо слабак? Вы так считаете? Абсолютно. То есть вы полагаете, что все, кто не способен заплатить за кофе сорок евро, сплошь слабаки и тупицы? Ну да. Почему? Если остальные могут, они не могут. Вы знаете, когда-то очень давно я подрабатывала статьями в научных журналах. И мне иногда за это платили гонорар. Тридцать долларов. Я себя считал богачом. Я бежал в Академию наук и дрожащей рукой расписывался в ведомости. Мне ее выдавала такая толстая женщина в шале. Как сейчас помню, ее звали Леонора Петровна. Очень трогательно. Правда? Угу. Действительно, что мы все обо мне. Давайте поговорим о вас. Вы что делаете? Учитесь? Учусь. Здесь, за границей? Гарвард, Оксфорд, Кембридж? Может быть, Хогвардс? Нет. Папа говорит, что сначала я должна получить образование в России. Но после этого типа ничего не страшного. Угу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, два, три. Генуг, генуг, генуг. Вот, молодой человек, пять тысяч евро. Пять? Вы же говорили… Молодой человек, вам больше никто не даст, уверяю вас. Я и сам сомневаюсь, нужно ли мне это. А пересчитывать не будете? М-м-м. Тогда не смею задерживать. Wiedersehen. Проходи. Иди, иди. Хольцкопф. Ну, теперь ваша очередь. Вы чем занимаетесь? Оценкой разного старья? Да, пожалуй. Пожалуй, что и оценкой. И вам это интересно? Ну, было бы неинтересно, не занимался бы. А в Париж-то вы по своим антикварным делам летаете? Я летаю в Париж по разным делам. А что? Может, поиграем в декаданс? Закрутим студенческий романчик? Сходим в кино, в клуб? Нет, терпеть не могу клубы. Вообще-то у нас дом в Ницце, а здесь мама говорит, что от постоянной сырости и холода можно преждевременно состариться. Она считает, что мне нужно перевестись в другой университет, в Лондон или в Париж. Ну, а вы? А я не хочу. Ну, у папы здесь бизнес, у меня друзья, и вообще здесь интересно. А там скучно. Скучно. Скук. Это не отсутствие веселья, а полное отсутствие какого-либо смысла. Ну, а как же преждевременная старость? Смеетесь? Хорошенькая. Губки, глазки, щечки. Это все плюс. Куча времени впустую. Вот это минус. А знаете что? Я передумала. Я не хочу пить кофе. Подождите, а как же… Нет времени. Я тороплюсь. А вы сэкономили сорок евро. Мы с вами обязательно увидимся у вашего старичка. Провожать не надо. Бай-бай. Алё, это я. Ну что, ты пистолет до ста? Гена, зачем молодой барышне пистолет? Без понятия, Олег Петрович. Без понятия. Поехали. Без понятия. А барышня ничего такая. На уровне. Гена не спрашивал тебя мнение о барышне. Эх, Олег Петрович, мне бы ваши деньги и ваши возможности… Гена. Все, извиняюсь. Куда едем? К Назарову. 2-1 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОНОВАЛЬНИЕ Федя! Федя! Мамаш, ну куда ты идешь-то, а? Простите, пожалуйста. Ну, пешеходный же рядом. Простите, я не нарочно. Простите. Простите. По сторонам надо смотреть. Переехал бы сейчас и привет. Долго, брат, ехал ты что-то? А я у Василия Дмитриевича в лавке был. А, дело. Нарыл что-нибудь новенького? Да нет, ничего особенного. Славный старик. Такое бюро мне раздобыл. Чудо, а не бюро. Девятнадцатый век. Да. Виктор Иванович, что там с нашими-то делами? А то Люся мне в голове дырку сделала. Короче, я не знаю. Картины в доме решительно не помещаются. Распустил ты свою жену. Бывшую жену, Виктор Иванович. Бывшую. И никто ее не распускал. Сама она распустилась. М-да. А с галерейкой твоя загвоздка. Придется к самому обращаться. Не хочется попустяков, его тревожит, конечно, но придется. Ну, так может быть, я его потревожу? В субботу на хоккее. О, и то дело в неформальной, так сказать, обстановке. Ну, конечно. Это ж дело хоть и Пустякова, а его гаврики из префектуры. Остатки совести потеряли. Остатки, Виктор Иванович, есть от чего-то. А у них совести как не было, так и нет. Креста на них нет. Я вот в церковь регулярно хожу, а чувствую, давят грехи, давят. Может, останешься отобедать, Олег Петрович? Матушка Екатерина такой борщец наварила на пост на бульончике с грибочками, а? Здравствуйте, Вера Игнатьевна. Здравствуйте, Никуня. Опять всю ночь работали? Нет, то есть, да. Петр Ильич попросил задержаться, кое-какие экспонаты осмотреть. Слушайте, а что сегодня такое ночью-то было? Говорят, привидение по музею разгуливало. Да ничего такого не было. Просто ложно сработала сигнализация. И все? И все. А Преображенский сегодня утром Сеню на ковер вызывал. Я сама слышала, как он его отчитывал. Да что вы говорите? А сейчас Мария Трофимовна у него. Злющая такая. Вера Игнатьевна, где описание новых поступлений? Заканчиваю уже. Побыстрее, пожалуйста. Добрый день, Мария Трофимовна. Не уверена, что добрый. Вы окончательно пришли? Или еще уйдете? А меня Петр Ильич до обеда отпускал. Я в курсе. Где ваш Федор? Он должен был закончить электронную базу по фондам. А у него зуб заболел, а он к врачу пошел. К врачу? Пусть справку не забудет взять. Угу. Я же просила вас, Вера Игнатьевна, не есть на рабочем месте. Простите. А от вас жду концепцию ноябрьской выставки. Из Русского музея уже звонили. Развели бездельников. Я ж говорила. Злющая. Вера Игнатьевна, а что, у Феди сегодня не выходной? Нет. Угу. Ну, так что ты решил? Будешь храм самым в деревне строить? Ну, расходы пополам. От участия уж уволите, Виктор Иванович. Спасибо, батушка. Спасибо. Остепениться тебе надо, Олег Петрович. О душе задуматься. Мы ж с тобой православные. Одной верой не спасемся. Тут надо б на дела добрые делать. Вон как раньше русское купечество. Сколько жертво на храмы. А мы чего? Растоптали все. Сломали. Еще спляшем на пепелище. Надо народ за руку в церковь везти. Как детей несмышленых. Может, тогда душа подобреет. Народ учить надо. В школах и институтах. Надо учить читать. Мы же невежественны. Как медведи. Особенно в вопросах религии. Вот и надо, чтобы в церковь народ шел. Так надо, чтобы он туда осознанно шел. А не просто потому, что больше идти некуда. В вашей деревне можно еще куда-нибудь пойти? Народ постоит в храме с постными лицами, а потом пойдет ханку жрать или драться. Ну, разве не так? Не так. Мужичок постоит в церкви, послушает батюшку, раскается и не пойдет пить. Ну, и куда потом пойти раскаившемуся мужичку, как не пить-то? Книжки читать, что ли? Или работать кинет с Акелем? Вот зачем ты мне сейчас опять свой скепсис демонстрируешь, а? Потому что не люблю я показательных выступлений, Виктор Иванович. А все, о чем вы мне говорите, это показательные выступления, а не вера в Бога. Ну да, известный бизнесмен Назаров построил на свои деньги храм в деревне. И что? Назаров теперь отец родным? Вера должна в чем-то другом выражаться. Для ее выражения от Рождества Христова ничего нового не придумано. Только храм и молитва. Ну и мелочи всякие, типа любви к ближнему, не убей, не укради и дальше по списку. Вот в храме всему этому и надо учиться. Этому нужно учиться у матери с отцом. Но здесь мы с тобой не сойдемся, Олег Петрович. Ну, видимо, не сойдемся, Виктор Иванович. Ты деньги-то дашь? Завтра переведу. Только, пожалуйста, следите за строительством. И никому в руки денег не давайте. У меня отец Панкратий за всем следит. И отцу Панкратию не уверяйтесь. А то потом доложат, что ваши деньги вели его в воскушение. И ни храма не будет, ни денег. Господи, прости его. Я вижу, опять поссорились. Олег Петрович, вам с Виктором Ивановичем больше чем раз в месяц видеться нельзя. Язву заработаете. Гена. Да понял, понял, молчу. Да, Василий Дмитриевич, опять милая барышня заявилась? А, Василий Дмитриевич? Василий Дмитриевич? Да бог с ней с барышней, Олег Петрович. Может, заедете. Мне бы подтолковать с вами. Дорогой мой, ну я же только от вас. Давайте завтра. На пять минут. Клянусь честью моего покойного отца. Василий Дмитриевич. Если вы не приедете, я погиб. Пропал, уничтожен. Ну хорошо, я заеду к вам через сорок минут. Отлично. Василий Дмитриевич, я пришел. Василий Дмитриевич, я пришел. Василий Дмитриевич, вы у себя? В ходе этого происшествия можно буквально через несколько минут во время прямого включения. На месте работает ваш корреспондент. А сейчас первые новости. Тайфун на Гавайях унес жизни 15 человек. Это мысли. Используйся. Вот. Теперь о которой мы Конфискуют у вашего князя дом, даже не сомневайтесь. Экспроприация — это значит грабь награбленная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нет никого. А, позвольте, позвольте. Посмотрите дома. У меня распоряжение Петросовета. Собирайтесь. Как? Вы арестованы. За что? За пособничество и контрреволюционную деятельность. Подождите, подождите, помилуйте, помилуйте, а. Какой же это я пособник? Вы знакомы со штабс-капитаном Шуваловым? Да, знакомы. А, собственно, почему… Когда вы его видели в последний раз? Давно. Год назад. Да. А нам известно, что он был в этом доме не далее, чем два дня назад. Собирайтесь. Подождите, подождите. Это, это, это недоразумение. Я хранитель коллекции. Я, я от господина Луноча… Вот так вот. Где она? И куда? Спрятал. Принесите ее, Юрий Иванович. Быстрее. Пожалуйста, побыстрее. А ну, брось нож. Брось нож, я сказал, контр-офицерское. Встать. А теперь лицом к стене. Быстро! Брось нож. Я его убил. Пригодился все-таки. Наган. Не зря оставил. Благодарю. Вот только нашумели мы. Зря. Вы принесли? Не успел. Уходить надо. Георгий Иванович, куда лучше? К воротам. У меня ключи есть. Да, к воротам. Пожалуйста, побыстрее, Георгий Иванович. Быстрее, милый мой. Быстрее. Открывайте, сейчас очухывайте. Дорогой Георгий Иванович, вы хоть спрятали ее, хорошо? Думаю, что да. Николай Ивсевич, не могу, руки трясутся. Открывайте, вы. Да. Давай, подержите. Товарищи в оценке заубили. Как убили? Вот они. Уйдут, гады. Стреляй, дурак. Отвезти мотор и разворачивай за ними. Не уйдут. Сейчас я их. Открывайте. Все, давайте. Держите. Николай Ивсевич, что с вами? Что с вами, Николай Ивсевич? Черт. Глупо. А еще слово офицера дал. Один готов. Здорово, держи. Стой! Стрелять можно! Ушел! Контра! Заходите. Прасти. Один готов. Стрелять можно, чтобы улыбнуть. Открывайте. Один готов. Один готов. Ушел! Подробности этого происшествия мы узнаем буквально через несколько минут во время прямого включения. Василий Дмитриевич? Василий Дмитриевич, что с вами? Ой, господи, все пропало. Теперь точно все пропало. О, майн гот. Василий Дмитриевич. Какое счастье, что вы пришли, мой молодой друг. Что случилось-то? Голубчик, дайте старику глоток коньяку, я вам все потом расскажу. Ну где же я возьму старику коньяку? Уже все приготовлено. Там, друг мой, в шкафчике 18 века. То ли подлинная Анна Анна, то ли подделка под нее сердечную. Я еще не разобрался. Бироновщина, Олег Петрович, Бироновщина, она всегда мучила Россию. Ее все время что-то мучило. Благодарю. Вы со мной за компанию, а? Под сало? Ну вы же не на обеде у принца Альберта. Там салом не закусывают. А у нас отчего же? Нет, благодарю. Ну, воля ваша. Василий Дмитриевич, если вы собираетесь продвигаться такими темпами, то я, пожалуй, пойду. Друг мой, вы не представляете, в какое положение я попал. Не представляю. И даже не знаете, какая опасность мне угрожает. Не знаю. Не предполагаете? Не предполагаю, дорогой Василий Дмитриевич. У меня еще встреча. Давайте конкретнее. Да-да, вы правы. Вы абсолютно правы, Олег Петрович. Почему все пропало? И отчего вам угрожает опасность? Другой мой, вот от этого и угрожает. Прямое включение из историко-художественного музея «Дом Демидова». Николай, вы нас слышите? Да, Юля, слышу вас отлично. Появились ли новые подробности этого происшествия? Да, появились. Нам стало известно, что сообщение о краже пришло одновременно и в полицию, и сюда, в музей. Позвонил некий мужчина, он представился сотрудником музея и сообщил о том, что из фондов похищены экспонаты, которые имеют большую историко-культурную ценность. Я уже сейчас вижу директора музея Петра Превраженского. Узнаем у него, что же пропало. Петр Ильич, скажите, уже известно, какие именно предметы исчезли? Сложно сказать точно, но действительно, мы сейчас не можем найти кое-какие предметы из коллекции русского прикладного искусства 18 века. Можете ли вы назвать их ориентировочную стоимость? Думаю, пока говорить рано об этом. Извините. Спасибо большое. Я напомню, что на месте преступления уже работают следователи прокуратуры. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Может быть, что-то еще произошло? А что случилось? Музей обокрали Валентина Ивановна. Из фондов чего-то стащили. Господи, помилуй. Бедный Петр Ильич, его ж теперь затаскают. Господи, откуда узнали-то? Говорят, позвонил кто-то. Слушайте, а кто последний в фондах работал? Понятия не видят. Не помню. Ух ты! Как в пещере Али-Бабы. Откуда это у вас? В том-то все и дело, голубчик вы мой. Можно? Можно, конечно. Ничего себе. У-у-у, тяжелая. Так чисто серебро. А это что, след от пули? От пули? Шкатулочка с биографией и секретом. Батюшка Серафим показал мне свой светлый лик отсюда. Ага. Но неявным путем. Что значит неявным? Я же сказал, секретом. А, момент. Прошу. Вот здесь и лежал Серафим Саровский. Акта нон верба. Не словом, а делом. Угу. Это же фамильный герб Демидовых. Совершенно верно. Демидовы богатейший род. Владельцы всего Урала. От самого Петра Великого свою историю ввели. Получается, что все эти предметы из фамильной коллекции Демидовых? Да, но как таковой коллекции уже давно не существует. Потомки ее распродали сто лет назад. Все пошло по рукам. Да-да-да, отдельные части есть за границей в коллекциях, а? В России только в музеях. И вот теперь здесь. Так, Василий Дмитриевич, давайте начнем сначала. Откуда это у вас? Ну, дали мне определить подлинность. Да что тут определять? Вот и так все понятно. Так, полный-те врать. Признавайтесь, откуда это у вас? Давай. Ага. Михалыч, привет. Здорово, Федя. Здрасте. Здрасте. Как ваши подагры, Иванова? Ноют, ноют, Феденька. Я ж в бытность мою капельдинером в Большом театре. Все на ногах, на ногах. Суставы-то мои сработались. Вот. Народное средство. Масло и спирт. Втирайте в тепле, но храните в холодильнике. Говорят, помогает. Спасибо, Феденька. Не за что. А можно ключик от архива? Держи. Ага. А что у нас полиция делает? Опять сигнализацию глюканула? Да нет, Феденька. ЧП у нас. Кража. Как кража? Вот так. Что-то из фондов. Стибрили. А чего стибрили? Да пес его знает. Но, по-моему, без потусторонних сил не обошлось. Понятно. А почему вы думаете, что к этому причастен Пашилов? А кто еще? Я просто так говорить не буду. Во-первых, на работу он сегодня не пришел. Вообще, в последнее время был себя крайне подозрительным. Был замкнут, рассеян. Отвечал на фомбар. И самое главное, круглосуточно сидел в фондове. Вероника Павловна, с вами тут хотят поговорить. Товарищ из органов. Говорите, вел себя подозрительно. Да, очень много работал. Здравствуйте. Я могу быть свободна? А, вы? Да. Спасибо. Я у себя наверху. А, Вероника Павловна, мне сыночка вашего найти. А, ну, я не знаю. А давайте вы дадите свой номер телефона, я ему передам, и он вам позвонит. А побыстрее никак нельзя. Ну, у него же имеется телефончик. А, ну, конечно. М? Диктуете. Иван Иваныч, Иван Иваныч, можно курточку? Пожалуйста. Держи. У тебя там телефон, Треньков. Михалыч, пока. Пока. А ключ? Значит, некий молодой человек привез вам эти вещи на оценку, вы бы их взяли, хотя понимали, что они краденые. Бес попутал. Вы сделали вид, что вас это не касается. Но сегодня в новостях сообщили, что в музее кража. Вы сложили два и два и поняли, что коллекция оттуда. Грех. Тяжкий грех, Олег Петрович. Ну, кается это не ко мне, а к батюшке. А вы все верните, дел с концом. Только протрите все тщательно спиртом. Эх, Олег Петрович. Вы что, все-таки хотите купить? Остановитесь. Этого нельзя делать. Василий Дмитриевич, вас объявят в розыск. И ваша фотография будет висеть по всему городу. С надписью «Их разыскивает милиция». Вам этого хочется? Все гораздо хуже, мой друг. Что? Говорю же, бес попутал. Уже купили? Купил. Боже мой, я ушам своим не верю. Вы же опытный человек и никогда не связываетесь с краденными вещами. Армлектор, старый идиот. Ну, не устоял. Насколько не устояли? Ну, вы же понимаете, я не мог дать ему настоящую цену. Сколько, Василий Дмитриевич? Пять тысяч евро. Господи помилуй, вот так наличными? Вот так вот. Ну, не выписывать же мне ему чек. И он счел эту сумму приемлемой? Понятно. Ну, точно краденая. Расписку хотя бы взяли? Ну, какая может быть расписка? Какая расписка? Пять тысяч евро. А икона? Про икону он что сказал? Да он в том-то и дело, что ни слова не полслова. Я подозреваю, что он не был в курсе про то, что шкатулка была секретом, и батюшка Серафим нашел там свое пристанище. Пристанище. Но это не самое плохое, Олег Петрович. Еще что? Час назад мне позвонили. Кто? Не знаю. Прегрозили меня убить. Убить, если я не верну им старье. Так и выразились. Старье. А по мне так украл Башилов. Тут и думать нечего. В фондах в последнее время работал только он. Мой Федя честный мальчик. Он бы никогда не взял из музея. Ну, не знаю, не знаю. Или, может, вы хотите сказать, что Вера Игнатьевна взяла? Или я? Мария Трофимовна, но ведь еще ничего не известно. А вы помолчите. Как вам не стыдно? Вы не имеете права обвинять моего сына. Зачем вы? А почему мне должно быть стыдно? Я из музея не ворую. Федя, Феденька, возьми трубку. Феденька, возьми трубку. Мам, я не могу говорить, я занят. Федя, Феденька. Свет, что случилось? Феденька, пожалуйста, умоляю. Отдай им все, что они просят. Все отдай, а то они меня убьют. Кто тебя убьет? Что происходит? Федя! Свет! Я старый человек и прожил, может быть, не совсем правильную жизнь. Но когда я слышу, что мне хотят запихнуть паяльник... Ну, паяльник, Василий Дмитриевич, это не ново. Это, можно сказать, ретро-стиль, винтаж. Хотя действует безотказно. Когда и как они намереваются забрать у вас коллекцию? Завтра я должен привезти ее на Горьковскую. Ко мне подойдет человек и спросит, продаю ли я столовое серебро. Я должен искать, продаю и пригласить его в свой магазин. Боже что мой, прям кино. Да-да. А что значит пригласить? Сказать адрес? Да. Назвать улицу и номер дома. Вы знаете, я даже со страху номер дома забыл. Можете себе представить? Ну, могу. Ну, вот. И что он сказал, заберет сумку и все? И оставит меня в покое. Оставит в покое. Ну, или сдаст в полицию. Полицию? Зачем? Они же бандиты. Ну, если ваши предположения верны, то с равной долей вероятности они могут быть как бандитами, так и ментами. Как это может быть? А так, вашего юноши вполне могли сдержать. И он сказал, что отдал краденое вам. И теперь у них задача поймать всю шайку. А шайку, собственно, это вы и ваш молодой друг. О май год. А еще вас могли развести. Как развести? Как ребенка. Вам принесли краденые вещи, вы отвалили за них пять штук. Теперь у вас коллекцию заберут и отдадут профессиональным скупщикам краденого. О май год. Господи, да боже мой. У вас продается славянский шкаф. Славянский? Шкаф продан. Могу предложить нигелированную кровать. Все шутите? Ну, тут какие ж тут шутки. И что ж мне теперь делать? Что делать? Да. Возьмете коллекцию, поедете на Горьковскую. И отдадите ее человеку, который вас спросит, не торгуете ли вы серебряными вилками. А дальше? А дальше приедете сюда и будете жить, как жили. Голубчик мой, а как же мы не пять тысяч? Забудьте про пять тысяч. Для вас главное, что вы встречу назначили бандиты, а не менты. Почему? Да потому, что бандиты у вас просто заберут сумку, а менты вас возьмут с поличным. Как? Да вот так. Не волнуйтесь, вас Гена подстрахует, завтра поедете с ним. Да что может ваш Гена? О, вы многого не знаете о Гене. Ну, хорошо. Кстати, про икону. Вы же не против, если я покажу ее специалисту? Ну, конечно, конечно. Гена вам ее привезет завтра. А сегодня я зайду в музей, откуда, предположительно, стырили ваше приобретение. К счастью, я хорошо знаком с директором музея. Заодно проведу разведку боем. Вы уверены, что это безопасно, Олег Петрович? Уверен. Потом положите ее обратно в шкатулку. Голубчик вам мой, может, не надо икону? Ведь оно же никто же не знает, что она там пролежала больше века. Вы уверены? Ну... Вот именно. Когда будете ее класть в тайник, протрете тряпкой. Слушаюсь. И помните, я в это ввязываюсь только из-за хорошего к вам отношения. Дорогой мой, я отслужу и камсы вашей барышне доставлю. Первое же кресло по совершенно смехотворной цене. Так, во-первых, эта барышня ваша, а не моя. Во-вторых, вы не в том положении, чтобы заниматься благотворительностью. А в третьих… Барышня. Мы с вами обязательно увидимся у вашего старичка. Бай-бай. Алло, ты пистолет достал? Откуда вы ее взяли? Кого? Вашу барышню. А, я давно знаю ее отца. Он весьма обеспеченный и достойный человек. А, вы опять здесь? А я забыла зонт. Вот, легко на помине. Ой. Уважаемый, а где мое кресло? Олег Петрович, выручайте. Дорогая, если не ошибаюсь, Виктория. Василь Дмитриевич сейчас уезжает. Как уезжает? Ваш зонт. В Новит. Куда? Это городишко, где родился мебельный мастер Генри Гамс. Зачем? Ну, за тем, чтобы стырить вам новое кресло. Да, подождите, я… К сожалению, в Петербурге все уже украдено до нас. Идемте, идемте. Мы так быстро глядя в глаза, зачем вам пистолет? Что? Отвечайте, зачем вам пистолет? А у вас есть? Мне очень надо. Что? Пустите, сейчас буду кричать. Олег Петрович. Гена, иди в машину. Придурок. Алло, такси? Какой здесь адрес? Подьяческая, 8. Подьяческая, 8. Это вы звонили в Алексею Дмитриевичу с угрозами? Не подходите ко мне. Слушайте, почему так долго? Мне плевать на ваши пробки. Жду. А что, у старикашки кто-то угрожает? Ну, если вы думаете, что это я, то это точно не я. Олег Петрович, ехать надо. Вас подвезти? Нет. А это что, ваша машина? Да. А это типа ваш водитель? Это типа мой водитель. Может быть, все-таки подвезти? Сейчас. Я с психопатами на машинах не езжу. Не похоже, чтобы она угрожала старику. Но девочка непростая, с подвохом, как сказал бы Гена. Смотрит. Нравлюсь. А мужик-то крутой, похоже. С телохранителем. А что это у вас в руках? Икона. Я вижу, что икона. Вы любитель икон? Любитель? В какой-то степени. Дайте посмотреть. Да что вы в нее так вцепились? Боитесь от нему? Она очень редкая. Свет, Свет, открой, это я. Света! Откройте, гады. Если вы с ней что сделали, я не знаю. Я ваши тупоголовые бошки поотрываю. Я, я, сволочи! Откройте! Слышь, малой, ты, кажется, хотел меня шпан отвернуть. Начинай. Че, сдриснул? Вы кто? Сейчас я тебе объясню, кто козленок мля. Постой, Солок. Простите, а что здесь происходит? Мамаша, у вас молоко убежало. Да. Да-да. Да. Ты на нашей территории барахло толкнул. Какое барахло? Слышь, сучок еловый, кончай гнать! Короче так, Баклан, это моя поляна. И мне здесь гастролеры не нужны. Гастролеры? Ты нам теперь долю должен. Что? Ни с ничего вымолотил? Или давай откат? Какой откат? С бабок, которые ты намылил. Намылил? Может, ему валить, Влад? Успеешь. Так че по поводу денег, фуфери? У меня нет денег. Так, Солок. Пять кусков. А говоришь, денег нет. Завтра два раза постольку принесешь. У меня нет больше. Тогда три раза постольку. А иначе тёлка твоя в жмурки сыграет. Понял? Светка, у вас? Я спрашиваю, допёрла до тебя? Допёрла, допёрла. Ну и хорошо. Пошли, Солок. Папула у него нет. Доктор Лега. Там добра на столько царей было. Влад, дай это все. Пойдем, Влад. Хорошая машина. Да, я знаю. На антиквариате заработали? В том числе. А вы женаты? Ого, сразу в атаку. Разведен. Врет, наверное. Сегодня что, психушкой день открытых дверей? Спортсмены, мать их. Опаньки. Похоже, не спортсмены. Поведение не спортивное. Двоин одного. Олег Петрович, можно я вмешаюсь, а? Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Валяй. О, трындец тебе, щавло вонючая. Нерв дашь бабки, замочу. Мужики, вы что делаете? Не пройдите, не проехали за вас. Отвали носорог. Без тебя разберемся. О, зря они так с Геной Березиным. Он у меня натура тонкая, как бы чего не вышло. О, круто. А он его не убил? Нет. Гена придерживается принципа, животные и дети пострадать не должны. Вали его! Да оставь ты этого кретина, совок! Совок? Я сейчас заплачу. Это что, из песочницы которой? Что? Лежать! Отпад! Виктория. А? Что? Зачем вам все-таки пистолет? А вы пригласите нам ужин и расскажу. Только давай пойдем где весело. А где весело? А, на Садово есть отличный клубешник. Называется «Синема Чиз». Как ты, парень? Ты в порядке? Гена, у нас мало времени. Свой секунд, Олег Петрович. Иди домой, парень, а то простудишься. Почему носорог-то? Я не понял. А полиция что-нибудь выяснила? Ах, Олег Петрович, не спрашивайте. Не могу поверить, что кто-то из наших сотрудников мог совершить такое. А что пропало? А? Часы. Шкатулка. Кое-что по мелочи. Эти предметы были в музее со дня основания. Мы предполагаем, что они принадлежали Демидовым. Ну, точно это неизвестно. К сожалению, атрибуции не проводили. Фонды большие. Не успеваем. А иконы там не было? Иконы? Да. Нет. А почему вы спросили? Так, к слову, пришлось. Я же, собственно, к вам по поводу иконы. Братан, эй, братан, плохо тебе, что ли? Плохо, говорю? А, да. Правила, что ли, не знаешь? Правила знаю. Да. Раз знаешь, так иди похмелись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никуся, рабочий день уже закончился. Вы идёте? Нет, Пётр Ильич звонил. Кто-то приехал за консультацией. А, ну тогда всего хорошего. Ой, Пётр Ильич, до завтра. До свидания, до свидания. Здрасте. Здрасте. Проходите. Вот наш лучший специалист по иконографии. Защитила диссертацию по иконописи. Практиковалась в Суриковск. Мы вообще прекрасный человек. Вероника Павловна. Вероника Павловна. А, Пётр Ильич. Вот, прошу, любите жаловать. А я, с вашего позволения, вас оставлю. Рад был видеть. Взаимно. Приходите почаще. Всенепременно. Олег. Ника, Вероника Павловна, чем могу помочь? Серафим Саровский. Первый раз вижу такой список. То, что Серафим Саровский, я знаю, но, к сожалению, больше ничего не знаю. А откуда оно у вас? Скажем так, она достаточно долго была скрыта от людских глаз. Очень интересно. Что интересно? Дело в том, что прижизненные изображения старца практически неизвестны. Он не любил, чтобы его рисовали. Кто я, чтобы писать меня, вид мой. Изображают лики Божии или святых. А мы люди, люди-то грешные. А здесь удивительное лицо. Как будто не икона, а портрет живого человека. И работа явно не новая. А это не подделка? Икону нельзя подделать. Икона есть икона. То есть вы считаете, что это, возможно, прижизненный портрет старца? Сложно сказать. Серафима Саровского причислили к лику святых через 70 лет после его смерти, в 903 году. И после этого на иконах уже писали святой преподобный Серафим Саровский. А до этого это было невозможно. Ну, писали и преснопамятный старец, или и романах, или, как здесь, отец Серафим. Эта икона, возможно, начала 19 века, да? Скорее всего, да, но нужна экспертиза. Надо проверять, какие иконографические изводы были ранними и самыми распространенными. А вы что заканчивали? Историко-архивный. А что? Нет ничего. Икона Серафима Саровского была в семье последнего русского императора. Он с ней не расставался. Благодарю вас. Очень было приятно с вами познакомиться. Мне тоже было очень приятно. Знаете, даже от гравюр с изображением преподобного случались чудеса исцеления. И если это прижизненный список, то вы обладатель сокровища. Куда едем, Олег Петрович? Олег Петрович? Что? Куда поедем? К Люсе. Она створила очередной шедевр и приготовила для меня какую-то сногсшибательную новость. Не люблю я ваших бывших. Так, Гена. Все, молчу, молчу. Вот так. Держи. Вот. Вот так. Хорошо. До свидания. Спасибо, Иван Владимирович. Да не за что. Что, Вероника Павловна? Нет, нет, ничего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Напугал? Простите, я не хотел. Я шел мимо. Да, я думаю, зайду. Вдруг вы на работе, а вы тут сами. Домой? Может, вас подвезти? Нет, благодарю. Мне тут недалеко, пешком дойду. Что вам еще от меня надо? Ну, зачем вы так? Я к вам, так сказать, с человеческим лицом. Я сегодня очень устала. Извините. У меня буквально пару вопросов. Слушаю. А вот говорят, ваш сын в последнее время пребывает в каком-то скверном расположении духа. На работу даюча не вышел. А это что, преступление? Ну, само по себе, конечно, нет. Но... Вы понимаете, что вы фактически обвиняете моего сына? Еще понятия не имеете, а уже обвиняете. Мне нужно так нервничать. Я пока еще никого не обвиняю. Не надо. Если вы какими-то загадками говорите. Ну, что, что загадочного? Знаете, он иногда отпрашивается у Марии Трофимовны, а потом выходит в свой выходной. А сегодня-то он не отпросился. Вы поймите меня правильно. Я не могу вас понять. И не хочу вас понимать. Как вы вообще могли предположить, что Федор может быть в этом всем замешан? Извините, я пойду. Вы передайте ему, что в его интересах объявиться как можно быстрее. Чтобы, так сказать, расставить все точки. Мне кажется, я вам дала его номер телефона. Так вот, вы ему позвоните, он вам сам все объяснит. Я звоню, он трубку не берет, Вероника Павловна. Ну, поймите. Ну, мы же с вами оба заинтересованы, чтобы все закончилось наилучшим образом. Я знаю, в чем вы. Заинтересованы. Не надо. У меня к вам просьба. Как только вы его увидите, а вы его обязательно увидите, объясните, что с правоохранительными органами нужно сотрудничать. Ну, чтобы он в бега не пустился или не прихватил чего лишнего. Чего лишнего? Ну, того, что на лишний срок потянет. Не нравится. Люся, это... А почему голову в унитазе? Никонов, ты опять ничего не понял. Это эмоции. Образы, которые терзают тебя изнутри. А изнутри чего? Изнутри унитаза? Значит, не возьмешь? Да возьму, возьму. Только с галереи пока глухо. Так. Азаров обещал помочь, но и завтра. Ага. Ну, ладно. О чем ты хотела со мной поговорить? Ристретто. Кофе, левак, двойная обжарка. Добавьте корицу, кардамон и щепотку черного перца. А у нас нету кофе, левак? Давайте что у вас есть. А мне простой черный чай без сахара. Хорошо. Ты извини, что здесь. Эдюк очень болезненно воспринимает твои визиты к нам. Твой муж так не уверен в себе? Нет, скорее в тебя. Люси, я тебя слушаю. Лена, кажется, собралась замуж. Что? Никонов, у тебя с ушами проблема. Наша дочь собралась замуж. Замуж? За кого? За Марка. И летит в Англию. Уже на свадьбу? Нет, знакомится с его родителями. Ей нужны деньги. Ну, диваншир, неближний свет и цены там. Ну, ты сам знаешь. Да, конечно. Ты сердишься, зайка. Никонов, а что тебя удивляет? Пленке уже двадцать лет. Она взрослый человек. Как идти на работу, так она еще маленькая. А как выходить замуж, она взрослый человек. Ну, что ты завелся? Я не завелся. Я считаю неправильным ей мешать. У нее своя жизнь. И первое серьезное чувство. Если мне не изменяет память, за последний год это ее третье, первое серьезное чувство. Ты хоть видел этого Марка? Если ты считаешь, что это неправильно, вперед, поговори с ней. Хорошо. Она тебя не послушает, и вы опять поссоритесь. Спасибо за подсказку. Пожалуйста. Послушай, я не против Ленкиных ухажеров. Странно было бы, если бы ты был против. Но тащиться в Англию ради того, чтобы повстречаться с родителями очередного хахля, это глупо. Вот так прямо ей скажу. Вот так прямо ей скажу. И ничего не добьешься. У ребенка любовь. Ты понимаешь? Алик, тебя давным-давно нет в нашей жизни. И ты вряд ли вправе претендовать на истину в последней инстанции. Пожалуйста. Вот поэтому мы и развелись. Нам в последнее время было решительно не о чем говорить. И думали мы о разном. Я о своей работе, она о своих художествах. Ну, что ты молчишь? Хорошо, я дам ей денег. Пусть мне позвонит. Я скажу, она позвонит. Прости, у меня дела. Мне надо идти. Ника, но ты не меняешься. Береги себя. Угу. Гена заплатит за кофе. Возьми картину. Манерная. Олег Петрович, клуб? Нет, заедем домой переодеться. Угу. Здрасте. Федька, слава богу. Здорово, мамаша. Вы кто? Потолкуем? Турк. Здорово, мамаша. ach impress Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ, не упокоив, буду Принимайте пополнение Так а чё так мало? Так сколько отписали Сейчас ещё двое подойдут Ладно, и на том спасибо Ну что, товарищи, за мной! Вперёд! О, это чё? Баба голая, шахерезада какая-то Ага, шахерезада, есть такая Грузи О, служивый, а ты чё варежку разъявил? Твою уже там Давай скоренько Мерси 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 Это кто? Собака, что ли? А шуть его знает Вроде собака Это лев Хищник из Африки А это молодой человек Это Самсон Ну, ветхозаветный Герой Копия Срубинса А вы кто? Я Я, видите ли Так, Еремей, ты тут закончил? Да А в этой комнате Так точно Прекрасно Товарищ, а вы, собственно, к кому? Я из К нам? Да, я Из Гохрана Да, да, да Так вы консультант Да Так и проходите, товарищ Мы же вас ждём Да Давно, да Я очень рад Так сказать, вот Спасибо Так, Еремей Если что-то упустишь, мне голову снимут Но перед этим я тебя заломаю, как вот эту собаку Понял? Это Лев Вот, товарищ Тут нужно определиться, что в первую голову в наркомфин везти А что можно пока здесь оставить? А то добра много, за раз всё не увезти А? Помощь нужна? Нет-нет-нет, спасибо, я сам справлюсь Я попозже зайду, опись составим, да? Да, конечно Ну что, братцы Надо постараться, не подкачайте Да темна надо успеть За мной А сюда ходил? Да точно, ходил Ага, и здесь ты посмотрел А здесь чего? Ничего Ага О, надо бы дымоходы простучать Мало ли, что буржуй там мог спрятать, а? Простучим И консультанта мне найди Куда-то он запропастился Пойдём Мало ли, что буржуй там? Да, все Мало ли, что буржуй там Пойдём СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мам. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Светка, а ты где? У меня телефон сломался. Феденька, милый, ну я не знаю. Они нас куда-то за город привезли и заперли по разным комнатам. Нас? Кого нас? Меня и маму твою, Федя. Они нас убьют. Погоди, а маму-то зачем? Да они отморозки, Федя. Сволочи, я сейчас в полицию пойду. Федя, Федя, не надо, не надо никакой полиции. Они нас тогда точно убьют. Куда вас отвезли, хотя бы примерно скажи. Я запомнила дорогу, слушай. Давай. Не смей ее трогать. О, кого я слышу? Наш юный друг. Слушай, парень, я тебе без балды говорю. Гони бабки или сгинешь. И телка твоя сгинет. И маманя до кучи. Завтра жди звонка. И мента мне вздумай прягнуть. Гена, отвезешь икону прямо сейчас. Олег Петрович, я вас одного здесь не оставлю. Я вас охраняю или как? Все будет хорошо, Гена. Олег Петрович, вы как хотите, я никуда не поеду. Здесь какой-то садом с геморроем. С гаморрой. Да какая разница? Да, в этом случае никакой. Вот, молодой чик, пять тысяч евро. Опять вы же сказали, что… Молодой человек, вам больше никто не даст, уверяю вас. Я и сам сомневаюсь, нужно ли мне это пересчитывать не будете? Гена, повесь пальто и езжай. Олег Петрович. Все это приказ, Гена, давай. Руки вверх, бледнолицый. Ну, как тебе мой прикид? Забавно. Хэллоуин! Теперь понял, зачем мне пистолет? Да. Молодец, что пришел. Слушай, у меня тут друзья тусовались. Я их пригласила с нами по кишке ударить. Ты ведь не против? По кишке? Ну, пожрать. В смысле, поужинать. Иди за мной. Вот тебе и декаданс, вот тебе и поиграли. Арш, как сказал Василий Дмитриевич. Маус, маус, кум хераус. Кум хераус. Маус, маус. Маус. Кольцо укажет место. Ай, арш. Закрыто. Приходите завтра. Василий Дмитриевич, это я. Ковердамт. Кого еще черт несет? И как тебе учиться в Академии? Скучно. Зайка, ты будешь в финансовом Академии? Ага. А это для разгона? Это Олег, мой друг. Это Пол. Хай. Это Кэт Пол, ее бой. Угу. Это Макар, он у нас поэт. Поэт? Да, вы знаете, все просто бредят его стихами. Салют. Ну, а это моя подруга Зайка. Здравствуйте, Зайка. Я же сказал, закрыто. А, это вы. Мы ж договорились, что на завтра. Ну, раз пришли, проходите. Ай, момент. Вам повезло. Я работаю до поздна. Стряховская весонница, знаете ли? Вот. Ваш заказ. Изумительная работа. Тогдашние мастера нечеста нынешним. Только, батюшка, я чего-то не понимаю, зачем меня обманули. Вам же не шкатулка нужна была, а? Голубчик, зачем? Ну, возьми меню. Тебю? Можно и тебю. Очень смешно. Может, поедем отсюда? А я хочу танцевать. Но только не здесь. Тогда по хавая мы отправимся куда-нибудь дальше. Ну, да. Здесь скука жуткая. А я хочу мясо. Много мяса. Окей, значит, по хавая мы разбежимся. А я оттащусь от фуа-гры. Сейчас закажем. Но для начала нам нужно выпить что-нибудь покрепче. Давно пора. Пол, ты просто гений. Я знаю. Так, девчонки, кто что будет пить? Я водку. Я Манхэттен. Все равно? Окей. Всем водочки и один Манхэттен. А вам минеральную воду. Без газа. И водки не нужно. У вас есть виски? Конечно. Давайте какой-нибудь, только приличный. Шотландский. Подойдет? Вполне. И принесите фрукты. А чем вы занимаетесь? Вам будет скучно. Ничего интересного. Он любитель икон. Занимается антиквариатом. Ну, как тебе здесь нравится? Торжище праздности и любостяжательства. Торжище чего? Нет-нет-нет. Я пошутил. Здесь круто, клево. Отвал башки. В других местах вообще беспонтово. Скучно, значит. Ну, здесь же весело. Макар, скажите, а какой вы предпочитаете вид поэзии? Басню, оду, элегию, может быть, моностих? А я ненавижу поэзию. Вот как. Зачем же вы тогда пишете? Ватяк. А, чтоб расслабиться. А, ну, может быть, тогда вы нам что-нибудь прочтете? Правда, Мак, почитай. Я же сказал, я этого не люблю. Ну, как же так? У вас все просим, и девушки просят. Правда, зайка? Ага. Угу. Пожалуйста, Макар. Макарушка, а я тебя поцелую. И я тоже. Мне сложно понять, что хочу я узнать в том, что сложилось в мозаику. И только на рельсы прольется опять вся кровь молодого прозаика. Клево! Браво! Кровь молодого прозаика. Интересно. Мак, давай еще. Позвольте, но это очень похоже на стихи Каверина. Да, точно. Он в молодости подражал Блуку. Я никому не подражаю. Это мои мысли и ощущения. Да бог с ними, с мыслями. Но слова и ощущения почему-то совпадают с Каверинскими. Олег Петрович, можно вас на минутку? Прошу прощения. Олег Петрович, беда. Вика, ты где я откопала этого бакла на ушатство? В антикварной лавке. Оно и видно. Прошу прощения, я вынужден прервать наш поэтический диспут. Как? Я тебе позвоню. Олег! Тебя кто-нибудь видел? Олег! Полицию вызву. Зачем ты обидел Макарку? Жди в машине. Потому что глупо выдавать чужие произведения за свои. Если кто-нибудь узнает, будет вашему Макарке очень стыдно. Зато он читал открытые окна Каверина. Согласись, это как-то играет в его пользу. Ничего себе! Невероятные бредни о совокупном путешествии чёрта, смотрителя морга и студента Лейпцевского университета в женский католический монастырь. О, кто ты? Настоящая Виктория? А я всегда настоящая. А вот это борьба со скукой? А это правила игры. Я поеду с тобой. Нет. Дяденька, дяденька, возьмите собачку. Она хорошая, будет вам дом сторожить. Ой, какой смешной. Мам, давай собаку заведём. Ну, куда же нам собаку? Кто с ней гулять будет? Ну, она тебя охранять будет. У меня для этого есть ты. Ну, мам. Федя, нет. Маманья. Мамань. Слышь, мамань, ты глазки-то открой. На меня глядеть швабра. Вроде живая. Ты смотри, тут кони не двинь, мочалка. Руки развяжите? Чего? Влад, она кусается. Короче, так. Если твой ублюдок до завтра бабки или барахло не притаранит, ему кранты. Какое барахло? Они с Фуфелем, походу, одну же песню поют. Значит так. Сейчас ты скажешь ему, что попала в беду. И только он может тебе помочь. Поняла? Давай, ласточка, пой. Он трубку не берёт. Глаз мне не спускай. Угу. Было открыто, я на всякий случай закрыл. Вот он, Олег Петрович. Глаз мне не спускай. Ты кто? Я, я Федя. Но я не убивал его. А я тебя помню. Это тебя сего не два клоуна метилили. Гена, из чего его убили? Я не знаю, но ты ж профессионал. Три пулевых. Калибр миллиметров девять. Да, чёрт его знает. Сейчас только иностранной хрени продаётся. Хрень иностранной. Ты как сюда попал? Я вопрос не понял. Я мимо шёл, зашёл. Тут такое. Но я в полицию хотел. Правда. Парень. Я говорю, я мимо шёл. А он лежит. Дверь открыта. Я… Дверь. Стой здесь. Олег Петрович. Ген, ты где взял ключ? В замке изнутри. Угу. Шкатулка. Шкатулка. Чего-то ищете, Олег Петрович? Гена, быстро обыщи магазин. Где-то должна быть серебряная шкатулка. С позолотой. Я понял. Игорь Петрович. Угу. Ёшкинь, кот. Как я мог её проглядеть? Ну и что у вас здесь происходит? Секретики? Или, может быть, тайный сговор? Здрасте. Здрасте. Вот именно, Гена. Иди ищи шкатулку. Ты как тут оказалась? А я за вами поехала. На такси. Можешь ехать обратно домой. Да, ещё чего. Мы же ещё не потанцева… Ли. Ой. Он что, умер? Умер. А почему? Потому что его убили. Кто его убил? Я не знаю. Так а… за что? Он же просто старик. Конечно, просто старик. Олег Петрович. Ну чего там, Гена? Шкатулки серебряные нет. Есть только сундук или то деревянные. А… Какие нибудь мысли по этому поводу имеются… Он мне кресло обещал. Вот и умер. Смешной был. Все время по-немецки ругался. Думал, я не понимаю. Он меня Арш обзывал. Это значит задница. А меня Виктория зовут. А вас… Федя. Фёдор Башилов. Вы из полиции? Я нет. Я… Да, кстати, хороший вопрос. Откуда ты? Я же говорю, мимо шёл. Надо уходить отсюда. Пойдёшь с нами? Никуда я с вами не пойду. Слышь, сопляк, ты будешь делать то, что я тебе сказал. Понял меня? Почему ты с ним так разговариваешь, Олег? Это же хамство. Потому что мне некогда с ним церемониться. Убит старик. Это мой старик. Он просил ему помочь, а я ему помощь не оказал. Поэтому, если я узнаю, что это ты, я тебе собственно рушу. Слыша, понял? Я же сказал, я не убивал. Пойдёшь с нами. Гена, возьми сумку. Нам надо кое-что забрать. А то подумаешь, что старик занимался скупкой краденого. А он и занимался. Что? Ему заказали коллекцию из музея, а он её мне заказал. Давай салонку с кузыриком. Бесяточком. А мы её политиком. Отдыхать. А мы её бубыцовым. Погоди-ка. Погоди. Показалось. Ты взял ее в музей? В доме Демидова. Я там работаю. И я не взял, я украл. Этого нам еще не хватало. Так ты вор? Видимо, да. То есть, точно да. Да, я вор. Кто заказал коллекцию? Я не знаю. Олег Петрович, не время разбираться. Ехать надо. Да. Пойдешь с нами. А тебя Ген отвезет домой. Я никуда не поеду. Да что вы, нелюди, что ли? Я вызову скорую и полицию. Никого ты не вызовешь. Скорая здесь уже бесполезна. Полицию вызову я сам. Поняла? Нет. Поехали. Олег, ну так же нельзя. Его же убили. Стоять. Что, Ген? Тихо. Что происходит? Я сказал, тихо. Там кто-то есть. Где? Там, у входа. Да нет там никого. Стойте. Есть, Сталик Петрович. Не надо, я сам. Черный вход тут имеется? Да, там справа. Я подгоню машину. Ждите моей команды. Олег Петрович. Выходим по одному. Олег Петрович, вы первый. Вы следующая, мадемуазель. Ага. Давай. Я сказал, ждать моей команды. Сюда. Давай, давай, давай. Давай, давай. Машину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сзади чисто. Вылезайте. Класс. Что это было, Ген? Я сам не понял, Олег Петрович. Куда едем? Домой. Потом отвезешь Викторию. Я понял. Ага. Только я сначала кофе выпью, а вы мне потом все расскажете. Сумка. Сумка там осталась. Обижаешь парень. Сумка в багажнике. Ты за сумку не переживай. Ты подумай, как объясняться будешь. И чем это будет правдоподобнее, тем лучше для тебя. Что ты к нему пристал? Кто тебя бил-то сегодня? Они сказали, что я им должен. За то, что краденое на их территории сбывал. И деньги забрали, которые антиквар дал. Сказали, чтоб еще принес. А не то... А не то что? Маму убьют. Маму? Они ее забрали. И Светку. Светку. Не врешь? Я думаю, не врет. Скорее всего, не врет. Вот именно, что скорее всего. Пробей его мобильный домашний, кто и откуда ему сегодня звонил. Хорошо сделаю. Ты здесь живешь? Не, я домой не поеду сразу. Давай пойдем, шевели помидорами. Телефоны мне свои сейчас запишешь. Давай-давай-давай. Ух ты! Теперь давай все рассказывай. Сначала ему надо обработать раны. Друг мой, принесите аптечку. Слышись. Только без вранья. И очень подробно. Значит, Василий Дмитриевич просто взял и подошел к тебе возле музея? Да. Он тебя знал? Нет. Ему кто-то меня порекомендовал. Ах, порекомендовал. И кто же? Понятия не имею. И ты сразу согласился? Нет, не сразу. Он долго уговаривал. Сказал, что в фондах оно все равно сгниет. А один хороший коллекционер купит и не даст коллекции пропасть. А, то есть ты хотел дать коллекции путевку в жизнь? Я денег хотел. Я ничего так не хотел, как денег. У меня же нет ничего. Ни копейки. А он обещал заплатить и хорошо заплатить. И делать-то ничего не надо, просто инвентарные номера поменять, вот и все. Какую сумму он обещал? Да ничего не обещал, просто сказал, что хорошо заплатил. Сколько денег он заплатил? Пять тысяч евро он мне заплатил. Кто звонил Василию Дмитриевичу? Ты ли твои приятели? Никому я не звонил, нет у меня никаких приятелей. А вы? Вы не понимаете. Вы никогда не поймете. Вы не знаете, как люди живут на 10 тысяч в месяц. Мать себе сапоги раз в пять лет покупает. И все это бред, что можно денежную работу найти. Кто меня возьмет на доходное место? Для этого опыт нужен и связи. А где я возьму опыт, если меня не берет никто? Смотри-ка, Островского все-таки читали. Про доходные места осведомлены. Я знаю, что я последняя сволочь. И я понимаю, что я плохо поступил. А, ну что мне делать? Для начала перестать бить самый дорогой антикварный шкаф. Ну что, Ген? Днем звонили из цветочного салона «Ромашка», где-то на Горьковской. Откуда? Из «Ромашки». А вечером на его городской с телефона некой Светланы Голубевой. Это Светка? Слушайте, да кто такая? Это Светка. А, так, одна знакомая. Ну да, все правильно. Она мне позвонила, а потом этот Влад ее засек и… Звонили из Репина. Из Репина? Скорее всего, это совпадение, но я, походу, знаю, откуда звонили. Ты уверен? Да. Олег Петрович, я съезжу. Вместе поедем. Я с вами. А можно? Что делать-то будем, Влад? Связали нас с тобой в блудняк. Еще под статью заедем. Да заткнись ты. Без тебя тошно. Утром поедешь к нему, прижмешь покрепче. Привет, ребята. Соскучились? А вот и ваш носорог. Где мама? У тебя человек спрашивает, че молчишь? Где мама? Там, в комнате. Мальчишки, я приехала. Света. Ребят, я вам хавчик привезла. И пиво. Сидим тихо. Потом с каждым буду индивидуально беседовать. Получается, Федор рассказал своей подружке про Василия Дмитриевича, и она натравила на них своих барбосов. Да, у парня они забрали бабки, а у антиквара еще и ценности решили прихватить. Они же, кстати, ему и звонили. Светка на Горьковской работает, в салоне «Ромашка». Но телефон антиквара ей не давал. А ей этого не надо. Твоя лапуля его сама позаимствовала. Когда-то отвернулся. Она мне не лапуля. Ты надолго, Бунин? На пять минут. У меня важное дело, а потом на работу. Ой, чуть не забыл. Да, значит, с обидчиками-то все понятно, с твоими. Только к убийству я не отношения не имею. А что с моей мамой? Эти, говорят, сбежала. Мама твоя молодец. Я землю возле окна осмотрел. Следы ведут в сторону дороги. Либо в город пошла, либо машину поймала. В любом случае, жива-здорова. А где ты учился? В историко-архивном. А факультет? Информатики. Чему вас там учили? А зачем вам, собственно... Отвечай, когда тебя спрашивают. Архивное дело, логика, информатика, математика, еще английский с французским, психология, да много чего. Психология, говоришь? О перцепции Вунта? Да. А вы... Скажи первое, что приходит в голову. Каждый видит не выше уровня горизонта и слышит только то, что способен воспринять. Отлично, обожаю французский, он красивый. Класс. А кто у вас преподобал психологию на курсе? Профессор Квинт. Когда я учился, Квинт был ассистентом на кафедре. А вы учились в историко-архивном? Ну, а ты думаешь, что один умный. И кто вы теперь? Я занимаюсь консалтингом высокого уровня. У меня фирма и филиалы за границей. В том числе и во Франции. И вы этому научились у нас в институте? Историко-архивное – это блестящее образование. Если, конечно, ты не полный болван и способен учиться. Ладно. Давай по порядку. Ген, какие у нас еще вопросы? Ну, значит, первое – это стрельба. Какого лешего они по нам палить стали, да еще и в темноте? Что, всех сразу положить хотели? Меня никогда раньше не стреляли. А что вы так смотрите? Я даже испугаться не успела. И вообще это весело. Весело? Нет, Ген, не всех. Стрелять начали, когда Федор пошел к машине. Вы следующая, мурмазель. Я сказал ждать моей команды. Так это что, в меня, получается, стреляли? Ничего не понимаю. Я сам пока ничего не понимаю. Ген, что еще? Шкатулка. Убийца забрал только ее. Если я правильно понял, больше ничего не взял. Да. Затем он вернулся, потому что не обнаружил того, что должно было быть внутри шкатулки. Значит, затевалось все не из-за коллекции. Ее заказали для отвода глаз. А из-за чего затевалось? Из-за того, чего в шкатулке не оказалось. Вот из-за этого. Икона. Ой, а я ее видела уже. Только не понимаю, почему Василий Дмитриевич мне ее отдал, если ждал заказчика. Ладно, будем завтра с этим разбираться, а сейчас все по домам. Каждый гражданин России имеет право на защиту. И я ее предоставляю. Кроме того, давайте не будем забывать о презумпции невиновности. Ее пока никто не отменял. А вас не смущает, что этот человек четверых убил? Это не доказано. Это установил суд. Следствие велось с грубыми нарушениями. Извините, мне некогда. Ну что ж, такой комментарий мы получили. Николай Растворцев, Андрей Зайцев. Специально для выпуска новостей. А как Вас представить? Башилова Вероника Павловна. Алексей Дмитриевич, к Вам Вероника Башилова. Кто? Башилова. Просит консультацию, но оплатить не может. Я ей сказала, что Вы сегодня не принимаете. Пусти. Хорошо. Проходите, пожалуйста. А можно меня как-то оградить от этих щелкоперов? Хорошо. Переводите деньги на мой счет. Не волнуйтесь, я все сделаю. Здравствуйте. Что Вам угодно? Алексей Дмитриевич, Федор попал в беду. Мне очень нужна Ваша помощь. Вероника, мы же договорились с тобой, что ты не будешь за мной ходить. Узнаю старые песни о главном. Воспитала в своем духе, значит? Ты бы хоть его пожалел. На меня наплевать, но он твой сын. Это твой сын. И ни его, ни тебя я знать не хочу. И Ваши беды меня не тревожат. Вырастила, урода. Теперь помощи просишь? Я никогда тебя ни о чем не просила. Лиха беда начала. Послушай. Я не буду слушать. Ошибки нашей молодости мы с тобой обсудили четверть века тому назад. Тогда же во всем и разобрались. Я предлагал тебе решение, ты сказала, воспитаю сама. Воспитала? Браво. Ты не решение предлагал, а убийство. Не передергивай. Ты прекрасно знаешь, что мне надо было учиться. И мой отец нашел для меня возможность сделать это в Гарварде. А твой залет поставил бы на этом крест. Значит, не поможешь? Как ты себе это представляешь? Сын известного адвоката вор? Мне сейчас только этого не хватает. А как же любой гражданин России имеет право на защиту? Государство предоставит ему государственную защиту. А насчет жлобов, которые тебя достают, обратись в полицию. Телефон 02. Мама! Федя! Феденька! Мама! Ты где была? Мы у Светкина дача этих сволочей прищучили. Слава Богу, жив, здоров. Где ты была? Я и Вере Игнатьевне, и тете Лене звонил. Я к отцу твоему ходила. Зачем? Помощи просила. Мам! Ну… Я знаю, что не надо было этого делать. Меня следователь допрашивал. Федя. Мама! Самое главное, что ты жив и здоров. Это я украл. Из музея. Я догадалась. Мама! 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 Я не буду тебя ругать. Я не буду тебя ругать. Ты взрослый человек. Сейчас надо думать, как возвращать. Или ты не собираешься возвращать, или ты хочешь быть вором. Мам! Мама! Значит, вернешь. Я поговорю с Петром Ильичем. Мам! Все не так просто! Просто или не просто, сейчас это не важно! Мама, из-за меня человека убили. Олег Петрович, нам туда. Ага. Ну вот, а когда приехали, тебя уже там не было. Я через окно выбралась, там отвертка была. В тумбочке. А ты знала этого Василия Дмитриевича? Знала он. Он был наш сосед по коммуналке. Мы переехали, когда тебе годик был, ты не помнишь. Да и переехали-то благодаря ему. Он коммуналку нашу расселил и нашел нам эту квартиру. А пару месяцев назад я его встретила в метро. Такой смешной старик. Рассказала, что ты институт закончил, что в музее работаешь. Мам, я разберусь со всем этим. Ты веришь мне? Верю. Все в порядке. Я открою. Добрый день. Надеюсь, больше ничего не украл. Привет, парень. Это шутка такая? Да, хорошая правда. Мама нашлась? Нашлась. Добрый день. Здравствуйте. А я вас знаю. А вы меня чуть не сбили. Ника. Простите, Геннадий. Здравствуйте. Вы? Чудны дела твои, господи. Так это твоя мама? Башлова Вероника Павловна. Никонов Олег Петрович. Я помню. Мама, это те самые люди, о которых я тебе рассказывал. Это коллекция? Она. Посмотрю. Давай. Как ваша икона? Здесь. Так, значит, вы мама этого панурга. Кого? Панург — это из Рабле. Бестыдник и Проныра. Двоечник. Да, но зато у него есть чувство юмора и здоровый смысл. Федор, у тебя есть чувство юмора и здоровый смысл? Не знаю. Думаю, нет. Спасибо. Вы выручили его вчера. Не по своей воле. Вы позволите снять пальто? Да, конечно. А может быть, чай, кофе? Чай. Проходите, садитесь. А у вас есть молоко? Вы хотите горячего молока? Нет, чай с молоком. Очень крепкий чай и немного молока. А чай наливать в молоко, а не наоборот. А вы бывали в Англии? Нет, я много читала об английских традициях. Тогда мне повезло. Виктор Иванович, только товарищ полковник просил, чтобы никто, кроме вас. Знаю. Ноутбук дай. А теменька вырви глаз. А теменька вырви глаз. А теменька, вырви глаз. Сёма, слушай, а ты как думаешь? Привидения здесь не водятся? А шо ты их знать? Может и водятся. Я их даже у тебя боюсь. Сёма, вот объясни мне, как люди могут в таких домищах жить? Это ж эндуреет, сколько тут кона. Опаньки! К нам, кажись, гости. Здорово, папаша! Штеблеты не жмут? Куда спешим? На светский раут? А что это у нас тряпочку завёрнуто, фунт изюма и три дохлых таракана? Да. Аркашка, глянь-ка. Ох ты ж, боже мой! Что ж ты, папаша, с такими вещичками по ночам-то бродишь, а? Неровен час отберёт то. Аркадий, что ты стоишь? Помоги старичку. Вещь-то, наверное, тяжёлая. Иди-то! Ты вовля старая! Тихо, не тронь его! Ладно, папаша, у меня сегодня постный день. Сегодня я мясо не кушаю. Иди, Каркашка, ящик возьми. Не трожь, я сказал! Малу. Рабочо-крестьянская милиция, предъявите документы. А в чем дело, господа товарищи? Мы тут гуляем, никого не трогаем. У нас, так сказать, променант. Документы? Это что? Тихо! Ой, ты летнул! Уйду! Алло, барышня, 72-09, пожалуйста. Товарищ Неупокоев, поймали вашего обидчика. Да, и шкатулка при нем. Так что приезжайте на познание. Жду. Что же вы, товарищ? Без документов ходите. Бандиты отняли. Бандиты. Преступный элемент. Ничего. Разберемся и с ними. Дайте срок. А вам, товарищ, осторожнее надо быть. И не шляться по ночам. Где проживаете? Литейный. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Профессия, надеюсь, не из бывших? Ну, что вы. Я учитель. Я в гимназии служу. Чистописание преподаю. Учитель. Это хорошо. Хорошо. Учителя республики нужны. Вот вам временное удостоверение. Потом по месту проживания сделайте постоянное. Денисов, проводи, товарищи. Вы свободны. Да-да. И большое вам спасибо за помощь рабоче-крестьянской милиции в поимке опасного преступника. До свидания. Всего доброго. Так, это все, да? Да, вы свободны. Учитель, побольше бы таких учителей. А, Денисов? Так точно. А я ему. Вы кто такой есть? А он мне. Это Самсон. Копия с этого, как его, врубленца. Здорово, товарищ Нюпокоев. Ну, где он? Денисов, приведи Гнедова. Ну, что? Она? 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 Ей-богу, она. Я уже говорил, что это не мое. Я ее у фраера подрезал. Он? Шкатулка при нем была. Еремей, это же не консультант. Не он. Еремей, это же не консультант. Значит, коллекцию нужно вернуть в музей. И как можно скорее. Вы действительно хотите нам помочь? Помочь? Я спасаю репутацию человека, который был мне очень дорог. Юмор и здравый смысл. Как можно вернуть коллекцию в музей? Под курткой? Как вынес, так и верну. Парень, ты с ума сошел? Ты первый подозреваемый. Имя Василия Дмитриевича не должно упоминаться. А для этого нужно, чтобы все знали, что тревога была ложной. Кто вообще поднял шум? Петр Ильич сказал, что кто-то позвонил в полицию и в музей сообщил о краже. Вот это уже интересно. Гопники? Это вряд ли. Антиквар? Вообще исключено. Тогда заказчик. А вот это может быть, только зачем? Если ему нужна была икона, а о ней никто не знал. Я открою. Я с тобой. Не волнуйтесь, мы вас не дадим обиду. Здравствуйте. Добрый день. А меня зовут Виктория. Вероника. Вы мама Федора. Да. Это вас мы вчера спасали. А я знакомая Федора. Нас вчера Олег Петрович познакомил. Ой, я смотрю, вы чай пить собираетесь. Класс. Здорово. А у меня вот. Федор, вы любите пирожные? Я, я люблю. Извините, вы садитесь, я на секундочку. Спасибо. А давайте я вам помогу. Угу. А, мама, и тебе помогу. Красивая девушка. Что? Девушка красивая. Обычная девушка. Ты зачем сюда приехала? А что я должна была делать после всего, что было? В институт ехать? Как ты себе это представляешь? Я же должна узнать, чем все это кончится. Ну и как-то сюда попало? Очень просто. Мы утром Федора до самой двери проводили, и Геночка ему сказал, чтобы в 12 он вас ждал. Ах, Геночка. Понятно. Олег Петрович, ну, я человек подневольный. Сами сказали обоих отвезти. Ну что ж, давайте пить чай. Вы следующий, манмазель? Ага. Я сказал ждать моей команды. Ой, твою. Сюда! Олег, здорово. Ты можешь сейчас ко мне приехать? Разговоры серьезные? Хорошо, Виктор Иванович, я буду через час. Так потом эта флористка сказала мне, что у меня просто идеальное чувство гармонии, я могла бы составлять любые букеты. Представляете, я даже не знала, что у них там есть какие-то правила. Федор, ты должен вернуть коллекцию в музей. Или ты забыл, зачем мы сюда приехали? Я не забыл. Ну, а почему нельзя просто принести и отдать? Можно принести, только он получит срок за кражу. Скостят немного за чистосердечное признание, но все-таки это будет срок. Даже мое личное знакомство с Преображенским не поможет. Нужно вернуть так, как будто она никуда не пропадала. Тем более, там нет шкатулки. Найдем шкатулку, вернем ее позже. Какой шкатулки? Федя, ты куда одел шкатулку? Я никуда не девал шкатулку. Мам, коллекцию в хранилище должен найти кто-то из своих. Да, и лучше всего сам Федор. Подозрение ведь падает на него. Как честный и добросовестный сотрудник, он находит коллекцию со шкафом в самом дальнем и пыльном углу. Оскорбленный добродетель торжествует, подозрения были беспочвенные. Олег Петрович, вопрос, как это сделать технически, если человек под подозрением. Очень просто. Я приду в музей, оставлю сумку с коллекцией в гардеробе, а Федор заберет ее оттуда и распихает за пыльными шкафами, как сказал Олег. Там рамка металлоискателя. Подумаешь, рамка. Понял, Петр Ильич, сейчас подойду. Сень, привет. Привет. Здравствуйте, Иван Иванович. Ой, здравствуй, Федя. Как ваши подагры? Спасибо тебе. Кажется, отпустила. Помогло твое средство. Ну и хорошо. Товарищи, господи, ты знаешь, ты свою торбу забыл. Ой, спасибо большое. Здрасте. Федор. Ой, Мария Трофимовна, здрасте. А где вы были все это время? Какое время, Мария Трофимовна? Со вчерашнего дня вас не могли найти. А, я у Зубнова был. У Зубнова? А, это, да, у Зубнова. И, представляете, лег спать и с кровати упал. А у вас телефон не отвечал. Я же говорю, спал. А вы знаете, что у нас ЧП? А, да, знаю. Мама сказала, что вы что-то в фондах найти не смогли. Что? Может, плохо искали? Ну, помните, в прошлом году нас залило, и мы все экспонаты в третье хранилище таскали. Не таскали, а эвакуировали. Извините, мне работать надо. Алло. Ну, что? Товарищ Петров? Это Захарова. Да, да, да. Из музея. Он пришел. Жду. Ой. Ой. Девушка, ну что же вы? Ой. Ой, как больно. Ногу подвернули? Может, вас в медпункт довезти? Нет. Так, аккуратненько. Ой. Ой. Вы знаете, я ничего не могу с собой поделать. Все время падаю. Вот как только выйду из дома, сразу падаю. Ой-ой-ой-ой, падаю. Сидите, сидите. Я как раз проходил курсы первой медицинской помощи. Позволите? Конечно. Вот так болит? Ай, да. А вот так? Ой. Вы знаете, уже не больно. В следующий раз. Будьте поаккуратнее. Спасибо. А вас как зовут? Сеня. А я Вика. А, Сеня, вы мне не поможете рюкзачок до гардероба донести? Конечно, помогу. У вас что там, кирпичи, что ли? Ну, почему же кирпичи? Книги, источники знаний. Например, у меня есть Шопенгауэр или… Вот. Гёте. Фауст. Не читали? Нет. Зря. Еще есть большая энциклопедия, но она на самом-самом дне. А не поможете рюкзачок поставить? Да, конечно. Иван Иванович, возьмите, пожалуйста. Давай. Ого. Семен, скажите мне, где у вас зал русской живописи? Русской? Угу. Это на втором этаже, слева. Хочу передвижников посмотреть. Это дело. У нас и Крамской есть, и Шишкин. Благодарю. Фу. Мама. Давай, давай. А Веры Ганадемовны нет? Вышла. Давай. Иван Иваныч. Чего? Можно позвонить? Мне совсем недолго. А то я телефон дома оставил. За сном будешь звонить? Да. Ну звони, звони, звони. Через пятерку. Хорошо. А вот и я. Замечательный у вас музей. Конечно, хороший музей. Я все посмотрела. И Крамского, и Шишкина, а еще Репина, Бурилова, Поленова, Сурикова. Впечатлений просто море. На год хватит. Вика. А? А вы очень заняты. Может быть, сходим с вами куда-нибудь вечерком? Ну что вы, Сеня. Вечерком я учусь. А деньком, спасибо. Пожалуйста. А деньком работаю. Ну, давайте, может быть, я лучше еще раз приду к вам в музей. Можно мне рюкзачок? А, можно. И вы, Сеня, организуйте мне экскурсию. С удовольствием. Спасибо. Пожалуйста. Ой, потяжелел. Давайте я вам помогу. Спасибо вам, Сеня. Спасибо. До свидания. До свидания, милая. Обязательно приходите к нам еще. Приду, приду. О, надо же, не звенит. Ой, спасибо. До свидания, Сеня. До свидания, Вика. Федор Алексеевич Башилов. Следователь Петров. Вам придется проехать с нами. Пойдемте. Вероника Павловна. Вероника Павловна, вы не переживайте, это просто недоразумение. Они разберутся и отпустят. Ага. Чертовщина какая-то. Иван Иваныч. Что сердечное? А дайте мне, пожалуйста, Федин рюкзак. Опять он ее забыл. Да. Эх, тяжелый. Конечно. На, забирай. Пусть не забывает. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Я тридцать лет в музее. Никогда у нас не было такого бардака. И никогда ничего не пропадало. Ну, ничего. Милиция разберется. Где? Где каталог Дрезденской галереи? Каталог? Вот. А может, ничего и не пропадало? Вы хотите сказать? Я не знаю, что у нас в запасниках? Или, может быть, вы знаете лучше меня? У нас три тысячи единиц хранения. Три тысячи семьдесят две. Вот именно. А и правда, Марья Трофимовна, давайте еще раз в запасниках глянем. Извольте. Хотя в этом нет никакого смысла. Петр Ильич! Петр Ильич! Коллекция нашлась. Во втором хранилище была. Инвентарные номера перепутали. А Марья Трофимовна пошла и сама все нашла. Вера Игнатьевна, слава Богу! Вероника Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Напугали меня. Прошу прощения. Все в порядке? Да, да. Спасибо большое. Федора сразу отпустили. Ну что, вы сами все сделали. Я еще какое-то время уходила из музея, там работала полиция. И чтобы не привлекать внимание, я… Вероника Павловна, вы… Что я глупости говорю? Я переволновалась что-то совсем. Я хотел с вами поговорить. Да, конечно. Я вас слушаю. О Федоре? Нет, о вас. Обо мне? Ну, если у вас нет более важных планов на вечер. Нет, планов нет. Тогда прошу, я приглашу вас в гости. Нет, нет. Ну что вы. Я не могу. Я не одета. И вообще, я лучше домой поеду. А разве вам не интересно, кто убил Василия Дмитриевича и подставил вашего сына? А вы знаете, кто убил Василия Дмитриевича? Знаю. Здравствуйте. 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 А куда мы приехали? Это мой дом. Не падайте в обморок. Я вам должен многое рассказать, поэтому вы мне нужны сознание. Осторожно ступеньки. Да. Спасибо, мой друг. Прошу, нам наверху сюда. Это та самая шкатулка? Она. Вы ее нашли. Я ее забрал. Откуда? Олег Петрович расскажет. Это из-за нее его убили? Нет. Из-за того, что было внутри. Из-за этой иконы? Да, но не только из-за нее. Интересно, как она туда попала, в тайник? Вероятно, кто-то из Демидовых положил. Да. Или тот, у кого шкатулка оказалась после революции, или музейный работник. К сожалению, мы с вами никогда об этом не узнаем. Нельзя воровать иконы. Василий Дмитриевич ее не воровал. Его бес попутал. Вы пока располагайтесь, сейчас подъедет молодежь, я вам все расскажу. Молодежь? Да, прекрасно, Виктория, просто так не оделаешься. Она барышня напористая. Подловила Федора возле полиции, сразу повезла на свидание. Все как у нас с вами. Я ведь вас тоже подловил у работы. И привез на свидание. Олег Петрович, не нужно, честное слово. Я вам благодарна за Федора, даже не знаю, чем смогу вам отплатить. Ну, знаете, за некоторые вещи платить нельзя. Быть благодарна можно, а вот платить нельзя. И давайте все-таки перейдем на «ты». Мы ведь с вами сегодня вступили в сговор. В какой сговор? Преступный. А вот и мы. Кто-то хотел самое интересное зажилить? Нетушки, мы вам еды привезли. Какие молодцы. Федор сказал, что он очень любит цыплят по-французски. Федя, что происходит? Мам, мы просто так… Да вы не волнуйтесь, Вероника Павловна. Сейчас Олег там все расскажет, и мы уедем. Но мы же должны знать, кто во всем виноват. Да, но… Ника, не приставай к детям. Они уже взрослые. Олег Петрович, вы ничего не понимаете. Но я же, кажется, просил называть меня на «ты». Ой, а мы с Федором уже два часа как на «ты». Где у тебя готовят? Тимьян? А… Теперь вино. Точно. Да, мам. Как думаешь, должно получиться? Да. Так… Все, держи. Теперь в духовку. Ну, рассказывайте, кто убил антиквара и спер шкатулку? Мы компаньон Виктор Иванович Назаров. Как? Компаньон? Да, я сам вначале не мог в это поверить. Все началось с того, что однажды Виктор Иванович приобрел антикварное бюро. Осматривая его, он нашел за ящиками неотправленное письмо столетней давности. В нем говорилось, что во дворце князя Сандоната находится шкатулка, в тайнике которой спрятана икона, принадлежавшая Николаю Второму. Ну, и Назаров решил заполучить эту икону любой ценой. А при чем здесь Демидовская коллекция? Федя. Один из Демидовых был женат на родственнице Наполеона. И чтобы их брак с принцессой был равным, ему пожаловали княжеский титул, который передавался по наследству. Совершенно верно. Таким образом, Демидов, в доме которого сегодня находится музей, тоже был князем Сандоната. Назаров предположил, что шкатулка может сейчас храниться в музее. Ну, а дальше вы знаете. Он заказал Василию Дмитриевичу, а тот, в свою очередь, Феде, который ее украл. Ну, зачем ваш Назаров убил старика? Потому что Василий Дмитриевич обнаружил в тайнике не только икону. А что еще? Вот это. Ух ты! Это что, карта сокровищ? Да. Ее положил в тайник тот, кто положил туда икону. Герб Сандоната. И, думаю, план одной из комнат особняка князя. Кольцо укажет место. Кольцо? Увы. Без кольца это просто бесполезный листок бумаги. Ну, и где же это кольцо? Жалко. Вот бы нам найти этот клад. А в меня тоже Назаров стрелил? Да. Когда он увидел, что в тайнике нет иконы, он вернулся в лавку, но застал там нас. И решил пристрелить Федора как единственного свидетеля. Как это пристрелить? Думаю, план убийства был у него сразу, просто он не успел его осуществить. Если бы Федор исчез навсегда, ни у кого бы не возникло сомнений, что коллекцию украл именно он. И сбежал, прихватив ее с собой. Какой кошмар. Да. Поэтому Назаров позвонил в музей, чтобы все подозрения упали на Федора. А как ты узнал, что все это провернул твой компаньон? А вот это совершенно случайно. Когда Василий Дмитриевич показывал мне коллекцию, я обратил внимание на листок с планом. Он лежал около шкатулки. После убийства этого листка там уже не было. Вчера Назаров неожиданно позвонил мне и назначил встречу. Откуда-то он узнал, что мы были у антикваров в ту ночь. Ты вообще в курсе, что его убили? В курсе? А почему вы считаете, что я там был? Я знаю, Олег. Знаю. Виктор Иванович, это мое дело. И тут я случайно увидел на сиденье в автомобиле Назарова тот самый листок. И я сам с этим разберусь. Ты с ума сошел? Это просто не укладывалось у меня в голове. Может быть, я ошибся? А ну-ка, садись в машину. Так Назаров предоставил мне шанс проверить все самому. Но на всякий случай я подстраховался и написал СМС гением, который ждал в моей машине. Ну-ка. Послушай, Олег. Мы с тобой партнеры. И у нас безупречная репутация. Виктор Иванович. Я бы мог тебе помочь. Я сам со всем этим разберусь. Ну, как знаешь. Я думал, мы доверяем друг другу. Ответьте мне на один вопрос. Откуда у вас вот это? Вызывали, Олег Петрович? Что за черт? Посмотри в бардачке. Ага. Не надо, Виктор Иванович. Поздно. И где он сейчас? Гена посадил его под домашний арест. А я предложил Назарову два варианта. Либо сотую тюрьма, либо дальний скид в Белозерии. Пожизненно замаливать грехи. Но если он выберет монастырь, он уйдет от наказания. Нет, он выберет суд. Почему? Потому что с Богом договориться нельзя. А с правосудием можно. Но я ему такого шанса не дам. Но ведь тогда все всплывет наружу. Ну, что Федор украл из музея. Нет. Формально кражи не было. Коллекция ведь на месте. И Федор ни при чем. Ну, а шкатулку он вернет в музей. Угу. А как? Я договорюсь с Преображенским. А что ты сделаешь с иконой? Положишь обратно в шкатулку? Ни в коем случае. Она должна вернуться к людям. Мне придется уйти из музея. Придется. Но я возьму тебя к себе на работу. Я же остался без компаньон. Вы серьезно? Если обещаешь, что не будешь красть мое столовое серебро. Как ты сюда попал? И что хотел сказать нам? Как ты сюда попал? И что хотел сказать нам? Месье Анисимов, прошу прощения. Вы просили конверт. Вот. Благодарю, мадемуазель. Не за что. Благодарю. Почему вы опять сидите? Вам надо лежать. Моя дорогая Софи. Боюсь, мне это уже не поможет. Глупости. Доктор сказал, они нашли адрес князя. Вы напишите ему, и он заберет вас в Париж. О, Париж. Мне это кажется далекой сказкой после ужасов Петрограда. Если бы вы знали, что я пережил. Больше всего в жизни я хочу вернуться домой. Месье Анисимов, вам надо лечь. Вам нельзя волноваться. Пожалуйста, ложитесь. Вам нужно лечь. Дышите. Очень хорошо. Месье Анисимов, вы меня слышите? Никуня, вы сегодня такая красавица. Ну что, Вера Игнатьевна, такая, как обычно? Ну не скажите. Я же вижу, вы прямо светитесь вся. Признавайтесь, что случилось. Нет, ничего особенного. Вера, вы опять идите на рабочем месте? Ну аpleских. А призы. Угу. Угу. Энвель. Энвель. Три! Ника, это не к вам молодой человек подъехал? Что? Ну, ко мне, Вера Игнатьевна, я побежала. Куда же, ва рабочий день? Он еще не кончился. Красивое кольцо. Да, да. Ты знаешь, что я выяснила? Клад в музее действительно был. Его нашли, когда делали ремонт, в двадцать пятом году. Представляешь? Фамильные драгоценности Демидовых. Ну, ко мне, как водится, вытащили, а оправы переплавили. Я знаю, я читал. Выпить хочешь? Да. Водки пол-литра. Возьми в баре. Я на две минуты, хорошо? Ага. Угораздило тебе вляпаться в эту женщину. И что дальше? Любовь? Ерунда. Просто физиология. Надо сделать это и забыть. Забыть не получится. Ты до сих пор не понял? Зачем ты нужен, а для кого? Но я не хочу. Ты можешь отказаться. Это очень легко сделать. Вызывай машину и отправляй домой. Только ведь и я уйду. Почему? Потому что я привел тебе эту женщину. Твою единственную. Я потратил на это сто лет. А ты хочешь отказаться. Это твой шанс. Другого я тебе не дам. Подожди! Ты меня звал? Нет. Извини. Ника. Как ты думаешь, что происходит с человеком, когда он начинает разговаривать со своим отражением? Мне кажется, это первый признак сумасшествия. То есть я сумасшедший? Есть немного. И что оно сказала? Кто? Отражение. Не знаю. Наверное, это не важно. Ну, если это не важно, то я, пожалуй, поеду, а то метро закроется. Да. Я позвоню Евгению, он тебя отвезет. Нет, нет, не нужно. Я доберусь сама. Да что же с молнией такое? Может быть, все-таки вызвать машину? Нет, нет, не нужно. Застегивайся. Застегивайся же ты. Что ж такое? Почему такие, как ты, всегда носят такие сапоги? Такие-то какие? Старые, страшные, бедные? Я просто спросил. А потому что в сапогах теплее, чем в ботинках. На остановке можно долго стоять и ждать троллейбуса. И еще по грязи можно ходить. Можно носить с юбкой и с брюками. Ты это хотел узнать? Если ты считаешь, что я тебя выгоняю… Нет, я ничего не считаю. Я сама ухожу. Спасибо тебе большое. Если бы не ты, Федя бы пропал. А для меня он самый главный человек. Я увлеклась сильно, напридумывала. Я больше так не буду. Прощай. Последний шанс? Да нет, все правильно. Эта женщина мне не подходит. С ней будет слишком всерьез. Вот уже слишком всерьез. А у меня… У меня работа. И вообще… Вообще люблю одиночество. Да. Или не люблю. Не знаю. Я вернула, чтобы ты понял. Надо мной издеваться нельзя. Я не издеваюсь. Я хотел позвонить Гене. Да пошел ты со своим Геной. Я тебе не навязывалась? Не навязывалась. Я у тебя что-нибудь просила? Не просила. Если я все напридумывала, то и ты напридумывал. Ну, напридумывал. И перестань со мной соглашаться. А что делать? Я не причиню тебе никаких хлопот. Но сейчас ты мне должен. Ты что должен-то? Себя. Я домой. Да? Угу. Позвонить Гене или ты сразу на метро? Я на метро. Хорошо. 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 Прошу прощения, мадемуазель. Я не помешаю? Нет, нет. Пожалуйста. Спасибо. Я сижу на этом месте с детства. Это Дидье. Наш органист. Он глуховат на левое ухо. Мадемуазель. Но это ему не мешает. Во время войны мы с ним жили на набережной. И часто прибегали сюда. Мама говорила, что Господь не позволит нашим врагам поставить Францию на колени. Мы смотрели на Христа и спрашивали себя, как же Он не позволит? Он ведь всего лишь скульптура. Понадобилось много лет, чтобы мы поняли. Вот. Это моя мама. Очень красивая. Вы русская? Да. Моя мама была сестрой милосердия во время Первой мировой войны. Однажды у них в госпитале умер русский. У него ничего не было. Только серебряное кольцо. Мама забрала их. И потом всю жизнь сожалела о том, что взяла то, что ей не принадлежало. Где сейчас это кольцо? Она подарила его русской девочке, которую случайно встретила в Люксембургском саду. Это оно. Сила есть, ума не надо. Мадемузель. Вы мне? Да-да. Я услышала русскую речь. Вы из России? Да, мадам. Одну минутку. Я бы хотела, чтобы вы отвезли это кольцо К себе на родину. К себе на родину. Мама? Федя, откуда ты здесь? Привет. Да я тут в катакомбах был. Слушай, жуткое место. Черепа, Костя. Это называется Асуарей. Асуарей? А я слушала музыку. Орган. Очень красиво. Мам, ты у меня самая лучшая. Где твоя жена? Моя жена по магазинам ходит. А твой муж где? А он на деловой встрече. Хлопочет по поводу той иконы, помнишь? Он считает ее совершенно удивительной. Петр Ильич повезет сюда экспонаты. На выставку. А икона не вошла, потому что тематика другая. Понимаешь? Но он и хочет ее показать отдельно. Так, друзья. Ну почему мы вас должны искать по всему Парию? Как вы нас нашли? А я купила кучу замечательных вещей. Как прошла твоя встреча? Ты знаешь, очень хорошо. Мишель обещал помочь. Здорово. Федя, что вы делаете? Ну это же просто неприлично. Вика, почему ты ему это позволяешь? Милая, потому что он все правильно делает. Пойдемте. Здесь неподалеку есть восхитительные кофеи. А я купила тебе подарок. Там продают тебе что за подарок. Не скажешь. Это сюрприз. А когда ты повезешь? Мы с тобой не приметно. Мы с тобой не приметно. История, которую мы вам рассказали, началась сто лет назад. А может, она и не начиналась вовсе. Может, это просто совпадение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok